Друзья, минуточку внимания. Рада вас всех приветствовать в этом зале. Меня зовут Лобзина Татьяна и сегодня мы в нашем городе первый раз принимаем таких замечательных гостей, которых потихонечку вы тут один за другим увидите. Потому что сегодня не только жители Запорожья здесь находятся в этом зале, а и других городов. К нам приехал, например, Энергодар. Рада вас приветствовать. К нам приехал Киев. И к нам приехал Днепропетровск. Ну, конечно же, Запорожье. Я очень рада, что вы все здесь собрались. Кто-то еще двигается в транспорте. Я думаю, мы потихонечку начнем, а они к нам присоединятся. Места еще свободные есть. Если что, уступайте им место. Еще хочу всех попросить, чтобы никто никому не мешал, когда будут выступать спикеры, выключить телефоны, чтобы не отвлекали все-таки лишние звуки. И всем было комфортно слушать выступления людей. Немножечко представлю сама, кто есть я. Почему я здесь. Смотрите, продуктами здоровья я занимаюсь всю свою жизнь. Сколько себя помню. Мне всегда интересовал человек и вообще, как субстанция, из чего он состоит, что действует. Поэтому я всю жизнь учусь. Учусь у разных учителей. И все, что касается здоровья, я как губка постоянно в себя впитывала. Поэтому, когда мне рассказали про какую-то чудодейственную воду, конечно, у меня стало любопытство, что это за вода, которая делает какие-то необычные чудеса. А так как я по одному из своих образований биоэнергетик, и я не читаю инструкции, а все просто беру в ручку. И по тому, как я держу это в руке, я понимаю, надо мне это или не надо. И когда мне дали эту водичку, то, взяв ее в руки, я просто вспыхнула вся неимоверным огнем. Меня кинуло в жар. И я даже перевела дух и говорю, что это? Потому что раньше никогда таких ощущений у меня не было. То есть меня сразу это удивило. Но в то же время, с одной стороны, у меня такое ощущение было, что это что-то классное, что-то необыкновенное. В то же время у меня возник какой-то небольшой страх. В связи с чем он связан был? Так как я биоэнергетик, и я понимаю, что любая болезнь, которая есть у человека, это его колокольчик, звоночек, который ему говорит, алло, человек, ты идешь куда-то не туда. И нам сигнализирует о том, что нам нужно все-таки что-то в своей жизни поменять. Но, когда человеку, допустим, давайте представим наметку, вот горит дом, да? И когда дом горит, срабатывает сигнализация. Приезжают пожарные, и вместо того, чтобы начать тушить этот дом, они просто перерезают проводочки. Как вы себе представляете, что случится? Этот дом, скорее всего, просто сгорит. Правильно? Вот, то есть, если мы не как-то не реагируем на те, что нам дает организм, да, то мы можем вообще упасть в пропасть. И вот этот страх во мне зародился, думаю, если вода снимает вот эту всю симптоматику, то куда покатится человек? И я долгое время выждала паузу и наблюдала, что будет. И только потихонечку мне пришли очень интересные ответы. Во-первых, человек, который не готов к переменам, он даже если ему бесплатно вручить эту воду, он ее пить не будет. Он будет отказываться. Но, произошел следующий момент. Когда мы человеку капаем эту водичку, и он об этом не знает, что, кстати, мы делаем с моим папой успешно, вот, потому что хотим, чтобы он бросил курить, то получается, человек, когда начинает употреблять эту воду, у него психоэмоциональное его состояние изменяется. Он становится более спокойным, добрым, но при этом у него появляется активность, жизнерадостность. То есть человек начинает меняться совершенно на другом уровне. И тогда вот этот вот звоночек, он не просто так перестает звучать, да? А человек действительно выравнивается не только на уровне физики, да? А и на всех других уровнях также. Вот это меня очень поразило. И с того момента я купила, приобрела эту водичку, и с 7 декабря я начинаю ее пить всей семьей. То есть с этого момента у нас пошли огромные изменения в жизни, которыми, я потом думаю, у нас будет такой период, когда мы этим поделимся. Потому что мы планируем все собрание провести с двумя частями. Первая часть у нас будет, где у нас выступят лидеры и расскажут нам о продукте. Выступит наша врач замечательная, которую мы ждем. И после того, когда вы послушаете о продукте, будет розыгрыш. То есть кто-то отсюда уйдет счастливчиком, уже с замечательной гидроплазмой, с водичкой, сможет дома ее начать пробовать. А кто-то в этот 15-минутный перерыв сделает себе вывод, или ему дальше уже неинтересно, и он уходит. Либо остается и познакомится с возможностями, которые дает эта компания. То есть уже с бизнес-проектом, который здесь тоже есть. Потому что мы можем быть здоровы в четырех аспектах. Если кто не знает, люди, которые болеют, они всегда легко определяются по диагнозам. У кого-то температура, человек болен. То есть мы знаем, как это определить. Кто знает, как определить здоровье человека? Кто-нибудь когда-нибудь об этом задумывался? Никто не знает. А Всемирная Организация Здоровья, она знает и идентифицирует человека, кто такой здоровый человек. Это на самом деле четыре аспекта. То есть первое, человек обязательно должен быть здоров физически. Второе, человек должен быть здоров психически, потому что, извините, шизофреники, они довольно крепкие. Но мы навряд ли сможем назвать их здоровыми. Третье, этот человек должен быть социально адаптирован. То есть уметь свою жизнь организовать, найти работу. Найти жену, мужа. Ну как-то в социуме себя вообще вести нормально. И четвертое, это возможность зарабатывать деньги. То есть если человек, у него нет финансов, то он финансово нездоровый. И только в этих четырех аспектах, когда у человека все нормально, он будет здоров. Эта компания дает возможность развиваться во всех четырех аспектах. И вас с этим постепенно будут ознакомлять наши лидеры. Первое, кого я хочу представить, это Ириночка Нейман. Это моя спонсор, моя палочка-выручалочка. Я рада ее очень видеть. Попробую мне. Я скажу свое звание. Потому что я всегда очень тяжело ориентируюсь в званиях. Но Ира, мой спонсор, это человек, который мне донес эту замечательную информацию. И я думаю, она с вами сейчас поделится своими впечатлениями о компании. Встречайте ее тепло. Ирина Нейман. Благодарю Татьяну Лабзину. Это человек, которого я люблю очень давно. Знаете, вообще в нашей жизни все пути, они не просто так, все не случайно. И был такой момент, когда я думала, одна ситуация в моей жизни, я упала на дно. Мне так казалось. Я думала, что все, я умираю. Я буквально вчера об этом думала, анализировала. Но благодаря той ситуации, когда я была на дне, я познакомилась с очень интересными людьми, благодаря которым я сейчас здесь. Поэтому я благодарю тому человеку, который свел нас всех. Каждый раз буду благодарить. И почему? Потому что, знаете, это был 15-й год, я познакомилась с Виктором Дербахом. Это человек, который меня научил воду оживлять, не будучи еще в этой компании. Ну, вы наверняка все знаете, что вода несет информацию, да? Она запоминает, у нее память полностью всей Вселенной. Что бы ни произошло на планете Земля, вода это помнит. Все знают это, да? Это же не секрет, это научно доказано. Так вот, когда в 15-м году мы познакомились с Виктором, он мне говорит, я смотрю, он пьет водичку и на ней что-то шепчет. Говорит, что ты шепчешь? Ну как? Я тебя люблю, я тебя благодарю. И говорит, когда я это выпиваю, я выпиваю любовь и благодарность. Мне это понравилось. И я начала это применять. Вот скажите, кто знает об этом? Отлично. То есть вы уже на том пути, на который вас туда и привело. Потому что действительно в эту компанию придут только избранные. Люди, которые достойны, знаете, вот уже заработали перед Богом, перед Вселенной, перед разумом. Кто во что верит, да? Именно заслужили именно эту информацию. Раз вы здесь уже сидите, значит вы уже заслужили. Вы одни из первых здесь? Потому что в городе Запорожье, я знаю, что где-то 800 тысяч легальных жителей, да? Где-то около всего миллиона нелегальных, да? Или как-то приближённые. Поэтому раз вы здесь, значит вы заслужили. Так вот, что хочу сказать. В компании я ровно 5 месяцев. У меня очень изменилась жизнь. Кардинально. Так легко мне никогда не было. Мне так радостно никогда не было. И я счастлива. Я с каждым днём, я становлюсь ещё счастливее, ещё вот, знаете, вот просыпаешься, вот кого-то такое бывает. Ты просыпаешься, ты уже благодарен за то, что ты проснулся. Но это не просто благодарен, а ты вот, вот ты радость. Я вот, знаете, сплошная радость, если вы на меня посмотрите. То есть я рада, что я есть. Я рада, что у меня есть глаза. Я рада, что у меня есть руки. Я рада, что я могу говорить. Потому что не говорить об этом, это делать преступление. Вот поймите это. То есть ту информацию, которую вы сегодня получите, которой будете владеть, будет зависеть от вас. Внесёте вы это в люди? То есть насколько вы щедрый человек, или только щедрому дано будет? Да, я повторюсь слова Танюшки Лобзиной о том, что вы будете во всех аспектах здоровы. Не только в здоровье, не только финансово, не только в радости и счастье. Поэтому мы пришли сюда быть счастливыми. Выбор за вами. Я не буду сейчас много говорить о чего-то, потому что у нас всё по теме. Я хочу представить именно того человека, который меня сюда пригласил. Который дозвонился ко мне. Потому что он звонил шесть раз, я не брала трубку. Не знаю почему. Не знаю. Вот кому бы с первого раза не дозвонились? Есть такие, да? Так он всё-таки, я ему благодарна, что на седьмой раз он ко мне дозвонился. О, седьмое число, хорошее число. Число Бога, да? Поэтому если к кому-то вы ещё не дозвонились, не останавливайтесь. Позвоните ещё раз этому человеку. И вот когда он мне позвонил, он мне сказал, Ирин, что ты думаешь насчёт живой воды? Я говорю, как что, я её пью? Как ты научил, так я и пью. Он говорит, нет, я про другое. И начал мне говорить. Ну я из вежливости, я же вежливый человек, культурный. Я его слушаю. Хорошо, говорю, что тебе это дало? Он говорит, ты знаешь, перестала там суставы скрипеть, ещё чего-то. Ну я так послушала, суставы меня как-то не так. Ну не очень интересуют, вроде пока не скрипят. И он дальше говорит, ты знаешь, у моей знакомой зрение улучшилось. Говорю, правда? Говорю, ну тогда сбрось мне информацию, я почитаю. Вот скажите, как часто вам сбрасывают информацию, и вы не читаете? Я такая она, из вежливости. И он это тоже понял. И он сделал второй шаг. Говорит, давай я-то тебе, конечно, сброшу, но давай я тебя добавлю в чат, где ты посмотришь и послушаешь отзывы людей, которые уже пьют эту водичку. Я говорю, ну хорошо. И я наблюдала за чатом, дней 20-25, около 30, потому что он позвонил в начале августа. И 30 августа я уже сама ему позвонила. Почему? Потому что я читаю, читаю, думаю, Боже, но если это правда, то это проходит мимо меня. А я так, Фома неверующая, я всё проверяю на себе. И поэтому я говорю, Юра, пора звонить. Звоню и говорю, ну так как я человек, который любит делиться, я же начала задавать вопрос. А что я с этого могу ещё заработать? Ну, логично? Логично. Вот так я познакомилась с этой водой. Она ко мне пришла 2 сентября. И со 2 сентября, я говорю, жизнь просто вот песня. Хочу пригласить сюда Виктора Драбаху, регионального директора компании «Имиджер». Аплодисменты, психолог, больолог, не знаю, в каком поколении. В первом. В первом, да? Но этот человек, который всегда вот протянет руку помощи, вот невзирая на погоду, невзирая на расстояние, он всегда рядом. И всегда может помочь и словом, и делом. Спасибо большое. Спасибо. Я рад здесь быть, дорогие друзья, потому что у нас бизнес, это бизнес делания добра. И я здесь для того, чтобы продолжать то, что я начал с Ириной и с многими людьми, я продолжаю делать добро. И все вы здесь, почти все люди, которые здесь находятся, это люди уже, которые пьют гидроплазму, пьют абсолютную энергию, ходят вот с такими кесетами, внутри которых находятся волшебные палочки, но в виде пирамидки. Они действительно чудеса творят, поэтому она всегда со мной, потому что, знаете, говорят, не ждите чуда, чудите сами. Вот пирамидка помогает нам чудить. И в моей жизни, вот как и у Ирины, только чуть раньше тоже начали происходить чудеса. Когда меня познакомили с этой водичкой, я попробовал и видел, как она начинает без моего ведома, без предупреждения, восстанавливать мое здоровье. И именно оттуда, откуда надо начинать, с головы. То есть я когда первые глотки сделал, у меня сразу в голове пошло движение. Я понял, что там пошло движение оздоровления. И поэтому мне все это понравилось, я это принял и принял как потребитель. Мне очень понравилась продукция, я не собирался строить бизнес, у меня тогда было другое направление, я развивал. Я считал, что я там буду развивать бизнес. А здесь только делать добрые дела. Я начал звонить своим знакомым и говорить, я бизнесом не занимаюсь, но ты купи себе гидроплазму, она великолепна. И вот Татьяна Михалевич, это спонсор моего спонсора, организовала встречу со своим спонсором. И когда мы по скайпу с ее спонсором разговаривали, сейчас вы поймете о ком я говорю речь. Этот человек у меня спрашивает, ну а что там Виктор, Виктор, вижу в скайпе, скажи что-нибудь. А у меня микрофон слабенько работает, я хотел сказать, что я бизнесом не занимаюсь, я здесь как потребитель. Когда больше часа эта встреча прошла, и она опять спросила, ну что Виктора мы услышим? Услышали, я прокричал в слабо работающий микрофон о том, что я с вами, я в бизнесе. Вот так этот человек повлиял на мою жизнь. Я сейчас хочу представить замечательного человека, очень красивую женщину, прекрасную женщину, маму. Я хочу вам представить человека, который, во-первых, доктор, врач, а во-вторых, у нас в компании есть ранги, которых мы достигаем, и благодаря которым признание от компании, вот те автомобили, которые вы видели, приглашение на сцену. И у нас чем выше ранг, тем означает, что человек больше сделал для человечества, и компания это ценит. Вот Ирина в ранге регионального директора, я тоже в ранге регионального директора. А у нас в компании есть ранги повыше, намного повыше. И у нас в компании есть два человека, которые находятся на самых высоких, на сегодняшний момент, рангах. Это ранг международного директора. Это очень высокий ранг, очень высокий доход. И у нас два человека всего на этих рангах. Одна из них вы видели на роликах Татьяна Воинцева. Она с самого начала, с открытия компании, работает в нашей компании, и поэтому уже успела достичь ранга международного директора. А второй человек в компании, достигшей ранга международного директора, это человек из Украины. И не просто из Украины, это наш с вами спонсор верхний. Это человек, который приехал к нам сегодня сюда из Днепропетровска, из Днепра, извините, пожалуйста. Я сам из Днепродзержинска, поэтому для меня Днепропетровск, Днепродзержинск остались так само. Человек, который приехал к нам из Днепродзержинска, замечательный партнер. Вы когда увидите, вы тоже влюбитесь в нее, как и мы все. И поэтому я представляю на этой сцене международного директора компании Imagine People, Галину Бодорадскую. Дорогие друзья, я очень рада вас всех приветствовать. Вы знаете, ждала сегодня этой встречи, встала ни рано, ни поздно в 4 часа утра. Я вот так хотела вас всех увидеть и поблагодарить за то, что вы придете. Потому что по-разному сложится наша судьба, когда мы выйдем из этого зала. Кто-то уйдет и не вспомнит больше об этой компании, кто-то будет просто пить водичку, а кто-то, как и я, будет рассказывать о ней всю свою жизнь. Ну столько, сколько будет существовать в компании. Кто-то станет человеком в моей команде. Вот здесь сидят партнеры. Поднимите руки, кто партнеры уже, ребят. Посмотрите, совсем немножко, да, нас. Я думаю, что сегодня приглашенных даже гораздо больше, чем партнеров, да. Почему мы вас сегодня позвали? Чтобы вас познакомить с этим продуктом замечательным. Я считаю, что это дело всей моей жизни, и это награда сверху для меня. Потому что такого стремительного роста, как в этой компании, я нигде не достигала. И таких поразительных результатов не было ни в одной компании. Потому что это у меня уже третья компания, серьезная, которой я занимаюсь уже чуть больше года. И вот моя структура на сегодня насчитывает 8,5 тысяч человек по всему земному шару. И в моей команде лично приглашенных 50 человек. Вот вас сегодня почти 50, вот это моя только первая линия. То есть я могу сказать, что если вы будете делать простые действия, да, и если вы 50 человек к себе пригласите, вот 8 человек из них точно будут повторять ваши действия. Это закон, который математически, он уже выведен, и ничего тут изобретать не надо. Но именно такое количество людей, которые вы пригласите, и если вы будете с ними работать так, как я, вам даст материальное благополучие. Может быть не так быстро, как у меня, потому что у меня уже было 5 лет исканий, и 5 лет опыта именно в интернет-индустрии. Я хочу, чтобы подняли руки те люди, которые вообще когда-нибудь соприкасались с интернет-индустрией, или вообще с MLM. Есть такие люди, с вами? Да, немножко, да. Все остальные, это может быть кто-то слышал, может быть кто-то вот по наитию пришел. Вот, но я хочу сказать, что это удивительный бизнес. Его очень многие боятся, да, когда слышат вот слово там сеть, там MLM, что-то, сетевой маркетинг. Потому что очень сильно перепортили нам это понятие. Из-за чего? Из-за того, что люди не до конца кто-то понял, кто-то очень сильно обжегся, в какую-то пирамиду попал, да. Кто-то, кого-то заставляли где-то, гнобили там, ну, всякие там методы есть, да, MLM программирование, NLP программирование и так далее, да. Но вот здесь вот как-то все по-другому. Вы знаете, наверное, наш сам продукт, он какой-то, обладает действительно антихаусным, именно антиэнтропийным, антихаусным, антиэнтропийным действием. И, наверное, я начинаю прямо, вот как говорят, рыба гниет с головы, да, а у нас наоборот, это вот рыба, она с головы, она вся здоровая, понимаете. И вот сам продукт, он настолько выстраивает взаимоотношения между людьми самостоятельно, что вот подобное притягивает подобное, в нашей компании, как ни в какой другой. И если у тебя есть опыт работы с людьми, если вам нравится выступать, если вам нравится делать и творить добро, если вам нравится помогать другим людям не только получить здоровье, но и поправить свое финансовое положение, это может быть ваш бизнес. Я вам рекомендую сегодня очень внимательно послушать о продукте, те, кто пришел послушать, есть просто те, которые пришли послушать о продукте для своего здоровья. Есть такие люди? А есть, которые про бизнес пришли послушать? Таких больше. Это прекрасно, потому что очень сейчас такое время на Украине, я считаю, благодатное, да, когда с одной стороны кризис, но по-гречески кризис имеет несколько трактований, это возможности. Одна из трактовок именно этого слова, это возможности. И у вас сегодня есть такая возможность познакомиться с нашим бизнесом о второй части и принять для себя решение, я здесь или я дальше еще. Ну и сейчас мы очень плавно перейдем к продукту. Я как доктор, может быть, сегодня пришли послушать меня как доктора, да, но я буду очень кратенько говорить о продукте после наших замечательных роликов. Нам очень хорошо облегчили работу сейчас, да, наша компания, создав шикарные ролики по продукту. И вы можете этот ролик просто размещать у себя на страничке в Фейсбуке, в Инстаграм, и просто задавать вопросы. Тебе это интересно? Если интересно, обращайся ко мне. Вот. Помогу, научу, проведу. Будешь здоров, будешь богат. Классно, классно. И очень многие люди, может быть, на этот ролик к вам придут. Итак, давайте мы сегодня рассмотрим кратенько ролики. Я вам расскажу кратенько о продукте. И потом я очень хочу, чтобы те люди, которые попробовали этот продукт, вот сюда вышли на сцену, рассказали о своих отзывах, что вы получили с этим продуктом. И сделаем розыгрыш. Я сегодня разыграю вот два вот этих флакончика с абсолютной энергией. Я считаю, что это шикарный подарок для каждого из вас. Кто-то из вас тут сидит. Кто знает, что он этого получит? Есть такие люди? Ага, есть. Кто поможет? Хорошо. Вот они стоят, заряжаются моим вовлю. Вы видите, что я вас уже ждут. Вот. Шикарный продукт. Итак, сейчас мы посмотрим первый ролик с вами именно о воде для жизни. Вот об этом продукте, который вы сегодня дегустируете. Вода – основа жизни на планете Земля. Водное потребление растет. Водный дефицит вместе с тем увеличивается еще более высокими темпами. При остром дефиците воды человек влияет на качество воды, загрязняя воду химии, плохой экологии, что приводит к уничтожению биологически активной воды. Гидроплазма Water for Life – это концентрат для приготовления биогенной живой воды, которая продлевает жизнь, замедляет процессы старения, улучшает состояние клеточных неубран, сохраняет эластичность капилляров и стенокрупных сосудов, улучшает энергоинформационный обмен клеточных структур, увеличивает прочность костей скелета, снижает в полтора-два раза риск возникновения злокачественных опухолей, уменьшает зависимость от алкоголя или наркотиков. Достаточно добавить несколько капель гидроплазмы Water for Life в обычную питьевую воду, и вода станет биогенной, то есть живой. Imagine People – сохраняя самое ценное. Последний кадр очень наглядно показал, как молекулы воды, вы знаете химическую формулу, H2O, выстраиваются друг относительно друга в такую красивую сеточку. Видели? Обратили внимание? Вот именно такая водичка, её иногда называют структурированной, но здесь почему биогенная? Потому что здесь не только структура воды важна, здесь ещё важно её расположение относительно друг друга. То есть так называемая кластерность воды, или вот если кто-то из вас смотрел документальные фильмы вообще о воде, если не смотрели, то вам рекомендую посмотреть. Есть японский учёный, вот Хакамото Хикамото. Масару Эмото. Масару Эмото. Почти что я угадала. Хакамада Эмото. Вот. Значит, он проводил такие эксперименты интересные с водичкой, он ей говорил какие-то слова и потом замораживал. И вот эта технология быстрого такого секундального заморожения и рассмотрения под микроскопом давала удивительные результаты. Потому что, оказывается, вода имеет память, и если ей сказать доброе слово, она образует красивую снежинку. И именно снежинка – это те вектора, о которых говорит Инюшин Виктор Михайлович. Чем добрее слово, чем оно более энергетичное, более высокая вибрация, тем вода вспоминает то, с чем она соприкасалась, и эти слова. И она выстраивается в очень определенную красивую структуру. И именно такая вода, попадая в наш организм, она передаёт эту информацию. Потому что гидроплазма – это плод работы, 30-летней работы Виктора Михайловича Инюшина в лаборатории в Казахстане, где он не только обнаружил эту классовность, он ещё и работал вообще над проблемами оживления этой воды. Потому что в Семипалатинске, в Казахстане, были проведены более 350 ядерных взрывов подземных. Считалось, что это безопасно, но на самом деле это крайне опасно, ещё более опасно, чем надземные взрывы. Почему? Потому что разрушается структура, прежде всего, воды наших ресурсов подземных. То есть самая чистая её фракция, которая уже отфильтрована и течёт в реке. И после этих ядерных испытаний был очень большой рост онкологической патологии в Казахстане. Резко снизилась рождаемость и появились уродства и рост злокачественных ошпухолей. И вот перед учёными была поставлена задача оживить воду. И Виктор Михайлович Инюшин, учёный с мировым именем, биофизик, тот человек, который многократно пытался защитить свою докторскую диссертацию, но это не получилось с первого раза, потому что эта область науки, вот биофизика именно, она не всегда признавалась учёными, да, но ему удалось доказать, добиться того, что люди признали, что у воды есть сверхспособности, это зависит именно от молекулярного строения частиц воды, и что на верхнем слое природных водоёмов есть такой невидимый для нас слой энергетический, который состоит из элементарных частиц, он передаёт информацию всему слою воды и заставляет эту воду самоочищаться, самовосстанавливаться. Если этого слоя мало, он назвал это слой плазма, только гидра, да, от слова вода и плазма. И чем он тоньше, а он истончается именно из-за того, как мы на него воздействуем, да, из-за зла, из-за войн, из-за бед, из-за взрывов, из-за того, что мы загрязняем наши водоёмы стоками, вот он истончается, и в воде без этого охранного слоя, который у нас вибрирует согласно энергии космоса и энергии Земли и выстраивает в определённую последовательность молекулы воды, вот если его нет, нет порядка, хаос. И когда мы пьём такую воду, мы получаем растворение, да, то есть химически наша вода прекрасный растворитель и всё. Но что происходит в нашем организме? Нет порядка в наших водных средах, нет порядка в нашей голове, нет порядка в наших мыслей, нет действия синхронизированного между органами и системами, вот, и в результате мы получаем очень много патологии. Надо сказать, что родниковая вода, которую пили наши дедушки и бабушки, имела очень много этой гидроплазмы. И многие, ну даже вот такой приведу пример, гельминты, вот когда к нам попадают, они попадают к нам каждый день. Вот, не помыли где-то руки, да, где-то какая-то пыль, всё, тут под ногтями у каждого из нас, но если взять соскоп, обязательно будут глисты острицы, яйца острицы, у всех практически, да. Вот, мы их заглатываем вместе с пищей, там, пьём водичку, прополоскали рот. И если у нас организм, который вот именно с гидроплазмой водичку пьёт, у нас очень целостные стенки кишечника. И эти глисты, яйца глистов, они вообще проходят транзит. Но если у нас вода вот такая, как мы получаем, да, вот каким трубом она течёт, она, скажем так, она не живая, она как мёртвая эта вода, вот, то, к сожалению, наш организм, он не защищён. И свободные радикалы выбивают в клеточках нашего организма дырки. Вот, и такая система состоит из таких клеток, из таких тканей, вот эти вот органы, они не защищены. И очень сильно снижается иммунитет. Иммунный ответ на вирусы, на бактерии, на грибы, на те же самые яйца, глистов, стеночка кишечника истончается и становится доступной для паразитов. Это я так вам, ну, такой пример привела. То же самое можно привести и со всеми другими паразитами. Вот. Что делает гидроплазма? Ну, как и добывает её, добывает её в горных районах, горной, водной, значит, водного ареала гор Алатау в Казахстане. Там есть, значит, водозаборное такое сооружение. В специальных тенах под высоким давлением эту гидроплазму концентрируют, подвергают её воздействием электромагнитных полей и лазерных лучей и делают такой концентрат, который способен оживить до 200 литров, одна капля до 200 литров воды. Вот мы можем такой водой, одну каплю на 200 литров поливать наши огороды. Вы знаете, это просто супер, что получается. Какие получаются помидоры вкусные, практически нет фитофтороза, плоды воспевают, они очень сладкие. Вот мы поливали в этом году с мамой огород вот этой водичкой, то есть дождевой, бак с дождевой водой, мы капали гидроплазму и поливали этой водой. У нас соседи приехали, спрашивали, чем мы удобряли. Вот вы знаете, вот такие примеры. А для человека достаточно одной капли на литр для того, чтобы оживить этот объём воды в полном смысле этого слова. И когда эта вода настаивается, образуется вот эта красивая виноградина из воды. И когда мы пьём эту воду, что происходит с нашими клеточками? Мембрана клеток защищена. Потому что в мембране клеток есть такой гидролипидный комплекс. Именно вот такая вода, которая, ну как скажем, если мы возьмёмся за руки, да, мы сила вместе. Каждый по отдельности мы вот не сила. А если мы за руки возьмёмся, мы сила. И вот так точно молекулы воды, встроенные в мембрану нашей клетки, они могут взяться за руки и не пропустить. Да, помните, в разрывной цепи мы в детстве играли? А могут вот так стоять разрозненно, да? Я и моя хата с крайней ничего не знаю. И вот этот вирус, он пробегает в клетку. Поняли? Ну это так, это на пальцах я вам объясняю. Так вот именно гидроплазма, она образует такую структуру вокруг клетки, что укрепляет мембрану и защищает её от длинного воздействия свободных радикалов. А свободные радикалы в нашем организме образуются очень просто и легко, под воздействием стрессов, токсинов, плохой пищи, плохой воды, радиоэлектромагнитных волн и так далее и тому подобное. Факторов очень много. Особенно для людей, которые живут в мегаполисах, в городах. Когда мы живём в селе, вот я даже сама так представляла, на сколько у меня мобилок? Четыре в доме, да? На там сто квадратов. А когда мы живём в многоэтажном доме? В каждой семье по четыре, да? И вот представьте, просто взять мобилки, я не говорю о компьютере, я не говорю о всякие другие гаджеты, я не говорю о этих источниках, ну вот это с рогами, которые... Вот, то же самое батарея, то же самое печи, СВЧ и так далее и тому подобное. Вот, мы этого не видим, но это хотим мы с вами, не хотим, это уже на нас воздействует. И иммунитет наш ослабляется, конечно же. Как сейчас болеют детки? Вообще, не знаю, как у вас, но на селе мы кашляем по два раза за сезон. Вот только вылечить антибиотикотерапию, укрепили вроде бы иммунитет, все, две недели проходят, опять то же самое. Опять то же самое, опять антибиотик, опять травим организм, опять страдает печень, опять страдает кишечник, вот, дисбактериозы, и это просто какой-то опороченный круг, да? И вы знаете, что я вот отмечаю, как доктор, что, ну, уже лекарства не берут, понимаете? Уже даже самые сильные не берут. Поэтому какая наша задача? Наша задача рассказать миру о том, что у нас есть средства, которые укрепят настолько иммунитет, что мы не будем зависеть от этого. Это будет проходить мимо нас, потому что из наших таких вот клеточек, которые вот сильные, да, мембрана у клетки сильная, ей не надо энергию тратить для того, чтобы укрепить стенки. Она укреплена, забор есть, да? То есть в городе забор есть, ворота закрыты, значит, город живет спокойной жизнью, да? Энергия вырабатывается, клетка функционирует, хорошо размножается, дает себе подобную, только здоровую, обновляются у нас ткани, органы, система. Мы цветем и пахнем. Вот у меня, мои одноклассники встречаются со мной в маршрутке, говорят, Галя, а ты вообще стареться, собираешься или нет? Ну, что? Говорит, ну, это ж стыдно в таком возрасте выглядеть так. Я говорю, ну, что там стыдно? Говорит, подтягивайтесь. А что ты делаешь? Я говорю, да, вот водичку пью. Вот. Ну, в общем, вот так вот, понимаете? То есть наши продукты, компания Imagine People, обладает такой высокой степенью антиоксидантной защиты, что, вы знаете, еще поискать надо такой продукт на рынке сегодня. Поискать. Вот. И вода для жизни, это я сколько уже рассказывала? Боже. Я настолько люблю эту воду. Вы знаете, я за год работы с этой водой, я столько встретила людей благодарных, которые мне рассказывали. У кого-то горшки, в горшке острицы через две недели, на одной капле воды. У кого-то большой, восьмиметровый, вот такой вот мне выпался, понимаете? У кого-то прошел хронический гамморит буквально за 5-7 дней на наших продуктах. Кто-то расстался с вирусным гепатитом С. Вот. Понимаете, это очень серьезно. Это, ну, как, это повод для научных исследований. Вот. И у нас есть даже документально подтвержденные данные. На УЗИ у нас кисты проходят. У нас прямо есть вот до и после применения воды вот эти документы. И мы сейчас собираем эту базу доказательную, да? Ну, потом уже посмотрим со временем, что будет. Вот. Итак, Water for Life. Это базовый продукт. На его основе у нас еще несколько продуктов есть. Его можно закапывать и в нос, и в глаза. И спринцеваться. Вот такой приведу вам пример. Значит, на один стакан 5 капель гидроплазмы, 5 Water for Life именно. Обращаю ваше внимание. Water for Life, не гидроплазмы. Гидроплазма – это одна из составляющих. Здесь еще есть кое-что, что отличает наш продукт кардинальным образом от продукта, который называется гидроплазма. Здесь у нас еще есть ионы бивофлавоноидного комплекса. Это мощнейший антиоксидант. Вот он у нас представлен в альфа-дегидрокварцетине. Мы больше будем здесь об этом говорить после ролика. Так вот, в этой воде есть ионы этого комплекса и информация об этом. Поэтому она более стойкая и более, скажем так, эффективная, чем просто гидроплазма, которую Нюшин создал, скажем, 5-10 лет назад. Которая 5-лекторная. Здесь разгон у нас до 9-ти лекторов. Так вот, про спринцевание и про микроклизмочки, у кого там геморрой и так далее. Вот удаляюсь. Диагнозы не могу, доктор, на всю голову. И вот, значит, на один стакан мы можем делать такой разворчик. 5 кабель гидроплазмы, 5 кабель абсолютной энергии. И вот этим раствором полоскать горло, десна, если болят, да. Можем деткам закапывать носик, потому что можно чистой гидроплазмой. Иногда надо подключить уже и синенькую водичку, более такую мощную. Спринцеваться и делать микроклизмы. Протирать поверхность кожи. Принимать ванны с этим раствором. Все это приносит плако нашему телу. Вот. Это немножко так вкратце о воде. Я думаю, что потом люди выйдут, кто применял, и расскажут свои рецепты, свои отзывы. Давайте в следующий ролик. Интересно вообще? Очень интересно. Современная внешняя среда и наш организм насыщены агрессивными свободными радикалами, которые активно разрушают клеточные мембраны и внутриклеточные структуры. Они нарушают физиологические процессы в клетках, ускоряют процесс старения всего организма и провоцируют многочисленные заболевания. Абсолют Энерджи полностью нейтрализует окислительную активность радикалов и их агрессивное воздействие. Регулярный прием Абсолют Энерджи дает возможность поднять биоэнергетику организма, повысить жизнеспособность и стрессоустойчивость, нормализовать уровень иммунитета, улучшить антитоксическую функцию печени и почек, избавиться от токсинов, шлатов, метаболитов, паразитов. Активизировать кроветворение, улучшить кровообращение, улучшить проницаемость клеточных мембран, обладает радиопротекторным и антиканцерогенным действием. Imagine People сохраняет самое ценное. Значит, это более сильная вода. Тут еще добавлены некоторые комплексы. Скажу о том, что Абсолют Энерджи мы подключаем чуть позже, через где-то примерно месяц от начала приема Waterfall Life. Но если вы спортсмен, если вы ведете здоровый образ жизни, если вы пьете в достаточном количестве воду и, в принципе, принимаете какие-то биологически активные добавки, вы можете это делать и с первого дня. Я хочу сказать, что Абсолют Энергия, она заводит нашу гормональную систему. Голубенькая водичка, вы сегодня угощались ею, да? Кто-то уже почувствовал. Вообще есть такие люди, которые вообще первый раз сегодня попробовали? Да. Есть? Какие-то ощущения есть? Да. Да? Потом поделитесь. Вот. Я могу сказать, что вот если мы капаем, в принципе, можно даже с первого дня капать на корень языка, эту водичку сининкую, да? Не бойтесь, немножко там будет окрашивание. Можно капать на все гнойные ранки, на порезы, на ссадины, на царапины, понариться, если есть на руках, да? Да. Дырочки, если остеомиелит есть. Это, ну, просто удивительный продукт, который вот исцелил моего братика. Вот. Если он сегодня захочет, может с меня выйти рассказать о своем замечательном результате по гаммориту, по хроническому, когда... Расскажешь или я, тючет? Ну, скажи, нужно ответить. Хорошо, расскажу. Игорю предложили операцию по чистке кусти носа, потому что три года терапии теми лекарствами, которые врачи назначили, никакого облегчения ему не принесли, он не дышал носом. И вот два-три флакона капель в месяц он покупал в аптеке. То есть это человек, который ходит в аптеку. Вот он ходит в аптеку, он ходит, ходит и ходит, а эффекта нету. Каплет. А? С легким искривлением, да? С легким искривлением. Видимо, что он где-то когда-то боролся в юности. И вот он приехал ко мне, и вижу, человек мучается. Я говорю, давай капнем синий, говорит. Говорит, синий, да, варички. Говорит, что-то я побаиваю, Галя. Говорит, ну давай. Правда, вот не такая темно-синяя, бывает еще светленькая, да, вот, может быть, кто-то уже из партнера упробовал. И мы ему закапали. Ну, он прочихался, слезы потекли из глаз. Говорит, вот это термоядерная, вот, синенькая водичка. Вот. Но через полчаса он задышал. Я ему подарила флакончик, и он начал пользоваться. Он закапывал 2-3 раза в день. Иногда забывал уже через недельку. Через месяц уже вообще перестал капать иногда так. И потом приехала, говорит, сестричка, я же дышу. Почему-то так долго молчала. Вот. И, знаете, это альтернатива операции, которую ему предложили за 12 тысяч гривен. Круто. И расскажу вам еще маленький пример. Например, когда, ну, такие состоятельные молодая пара, значит, должны были ехать куда-то на отдых, на Кипр или в какую-то страну. И у парня обострился гаоморит. И причем это были такие, знаете, зеленые выделения, температура со всеми делами. Вот. Антибиотики они не принимали. Вот он как-то пытался сам вылечиться, ничего не получалось. И она сказала, значит, так, вот тебе вот эту коробку, давай капай, или все, или отменяем поездку. Он не хотел, он не скептик. Ну, уже одеваться некуда, хочется ехать, да, ну, поотдохнуть. И вот он начал закапываться. На пятый день абсолютно здоровый человек уехал в полет, улетел. Вот. Потому что без антибиотиков обошлось. Без антибиотиков. И таких примеров очень-очень много. В разных областях нашего человеческого здоровья абсолютная энергия. У меня есть партнеры, которые пользуют гидроплазмой и добавляют туда абсолют энерджи своих животных. А вот у Татьяны Войнцевой, первого международного директора в нашей компании, собака чемпион. Сын пьет абсолют энерджи уже три года. Пришли спортсмены выбирать в сборную, там, полюбкой атлетики. Говорит, вот этот мальчик, он как-то с родословной какой-то. Там, наверное, дедушка или бабушка бегуны были. Ничего подобного. Никаких бегунов не было. Вообще не было бегунов у них в роду. Но мальчик сейчас выигрывает стабильно все соревнования. Понимаете? То есть, что отмечают олимпийские призеры казахской сборной по тяжелой атлетике? Они три года на этих продуктах. Усиление мышечной активности, мышечный потенциал, гибкость и силовые вот эти вот... Ну, усиление силы в мышцах. Поэтому, вот, действительно, это то, что дает нам энерджи. И я думаю, что это довольно справедливое название. Absolute Energy, потому что сами можете попробовать и убедиться на себе, насколько это классный продукт. Вот. Потом кто-то что-то добавит в отзывах, если что-то я не рассказала. Давайте следующий ролик. Все заболевания начинаются с изменений водных структур мембран клеток. Дефекты мембран создают условия для проникновения во внутреннюю среду клеток вирусов, бактерий и токсинов. Биотермальный комплекс G-Bio оказывает влияние на организм человека именно через кластеры гидроплазмы, что позволяет быстро восстанавливать биоэнергетическую структуру клеток. Биотермальный комплекс предназначен для рекомендации аллергической зависимости у детей и других возрастных групп. Увеличение на 20-25% эффективного функционирования клеточных мембран. Нормализация обмена веществ в пожилом и старческом возрасте. В результате продлевается жизнь человека на 15-20%. Профилактики и ликвидации последствий пси-стрессов, иммуномодуляции. Imagine People. Сохраняя самое ценное. Значит, замечательно работает продукт со всеми слизистыми. Я еще вот про Абсолютодорожие и воду забыла сказать, что простудные заболевания просто на раз лечатся. Буквально 2-3 дня, и вы забыли, что это такое. Особенно вот тот раствор, о котором я сказала, если им полоскать горлышко. И если вы будете закапывать один раз в день всего лишь на корень языка, очень многие женские неприятности, скажем, в период менопаузы и в период месячных, вообще вот, вы забудьте, что это такое. Очень многие женщины меня благодарят за этот рецепт, потому что не испытывают никаких болезненных ощущений на нашем продукте. Ну, в менопаузе очень хорошо помогают. Не, не, рецепт. А, на корень языка одна капелька в день. Синий. Корень языка, знаете, не канцик. Да, понятно. Как горешочек. Именно синий, да? Почему? Потому что, да, почему? Потому что очень хорошо заводит наш гипофиз. Тут шишковидное тело рядышком, да. А гипофиз у нас контролирует все железо внутренней стекреции. Это щитовидка, паращитовидная железа. Надпочечники, поджелудочная железа, яички у мужчин, яичники у женщин. Поэтому вот продукт замечательный, действительно абсолютная энергия. Ну, а вот же био... И можно не принимать белую воду, а сразу синюю капать? Нет. Белую воду мы пьем, но синюю один раз можем уже один раз на корень языка наносить. И через месяц мы ее уже можем добавлять. Я делаю как? Утром после пробуждения я стараюсь выпить 2 стакана воды минимум. Я ее подогреваю и туда вот могу подогреть просто биогенную воду выпить, а могу подогреть просто чистую воду и туда 5 капель. По наитию, знаете, вот как хочется, сегодня 5 капель белой воды и 3 капли, допустим, синей. Я вот это капаю и выпиваю. И вы знаете, делаю легкие упражнения. Я думаю, каждому для своего здоровья это не тяжело сделать. Приседания столько, сколько вам лет. Вот, и выпиваете за это, ну не сразу, потому что у меня была одна бабушка, ей 80 лет. Она сразу присела. Я вообще не знаю, как 80 лет, можно с первого раза присесть 80 раз. А потом она 2 недели лежала. Понимаете? Ну так не надо. Если вы никогда не приседали, начинайте с 3-5 раз. Вот, кстати, это одна из методик лечения сахарного диабета. Это 2 стакана горячей воды с утра с лимоном и приседания. То есть это лимфодренаж очень мощный получает наш организм. И поверьте мне, столько слизи отходят через разные пути. У нас лимфатические протоки открываются в носоглотку, в бронхи. У женщин это влагалище, у мужчин это уретро, это кишечник. Сразу в туалет сходили по большому. Никаких запоров не будет. Вообще поблагодарите меня за эту лекцию. Вот так я вам хочу сказать, что если вы туда капните абсолютную энергию через месяц-полтора, вы будете совсем по-другому себя чувствовать. Но если вы почувствуете легкий треймор, что энергии много, не знаю куда деть, ну тогда там чем-то пройдитесь и так далее. Но дозировочку надо будет снизить. И еще один такой вот для новичков. Бывает такое, ну желание жуткое такое. Вот сегодня одну каплю, завтра две, а у некоторых сразу 15. Накапать, что мне вот эти 5 капель. Вот прочитайте инструкцию, там написано столько, что у меня такое 15 капель. Но если вас будут от этого шарашить, ну снижайте дозировку. Ну не надо, хотя бы с целью экономить. Вот я на одной капле на литр уже, ну слава тебе, Господи, несколько там, ну полгода точно. Но если мне хочется увеличить дозу, я просто это делаю в утренний стакан воды. Вот если вы, вот начнете, вот вы посмотрите, если вы начнете с утра выпивать 2-3 стакана воды, вам абсолютно легко будет в день выпить полтора литра мелкими глоточками в течение дня. Именно воды, да. Пусть это будет полобъема биогенной воды, половина объема простой воды, да. Если вы будете видеть, что интоксикация началась, да, температура, может быть какие-то высыпания. Это говорит о том, что вода реагирует с вашим организмом, у вас есть паразиты. Меня, учителя мои в институте учили, что если вы хорошо себя чувствуете, вам весело, хорошо. У нас их всего 4 листов, понимаете? 4 вида, да, разновидности. Если нам очень плохо, их гораздо больше, понимаете? Ну, вот так вот. Ходила на биорезонанс, была на продуктах по здоровью, мне рассказали, какой у меня там некромир. Я была очень удивлена, я думала, что я такая вот вся замечательная. Но селедку я люблю, сушу я кушаю, да. То есть, ну, поступают периодически порциями ко мне жители, да, и они вот смотрят, приживутся они у меня или не приживутся. Так вот, чтобы не приживались, пейте биогенную воду. Кстати, вот иногда нам говорят, вы знаете, да что это, ну, вообще, ну, уже воду продают, уже скоро воздух будут продавать, да? Ну, есть такие мнения, да? Вообще, люди разводят там и всё там. Внушают им, люди идут, вот такие вот, вода там, и верят ещё, и рассказывают. Ну, хорошо, если так мы внушаем это, да? Что мы тогда скажем о животных? Если мы поймем этой водой, и вот у меня пример совсем был недавно. Моя партнёр из города Томска приехала, значит, с флакончиком гидроплазмы к своей невестке. Говорит, я же привезла, ну, там, трясущими ручками, да, человек оторвал от себя пенсию для внуков, привёз воду. А невестка ей говорит, вы знаете, я своих детей буду лечить сама. Вот не трогайте их, не надо, пейте свою воду, что хотите делать, и не трогайте моих детей. Я понимаю, что это ваши внуки, но не надо. И расстроенная бабушка взяла и вылила кота. А, говорит, коты просто в дёсна, ну, дети с котами целуются в дёсна просто. И, говорит, ночью я просыпаюсь от непонятных звуков. Говорит, я выхожу на кухню, а кот вот такого вот глиста вырвал, понимаете? То есть, о чём это говорит? Это не плацебо. И животного, ну, как, зазомбировать нельзя, да, что это хорошо. То есть, если это работает как антипаразитарное средство для животных, соответственно, ну, у меня масса примеров, когда мы это видели. И если вы подключитесь к чату в телеграм нашему, то вы увидите, каких мы там зверей иногда видим на фоне того микромир, на фоне приёма наших продуктов. Теперь, кратенько, ОДЖИБИО могу сказать, что замечательный продукт, его основа это гидроплазма, но здесь добавлены определённые микроэлементы, замечательно работает с нашими кожными покровами, замечательно работает с нашими энергетическими центрами. И если есть люди, которые действительно биоэнергетики, они чувствуют этот продукт с первого раза, вот, действительно снимают психоэмоциональные нагрузки наши психоэмоциональные. Если вы перенервничали, если у вас стресс, распыляйте, пожалуйста, на темечко, вот, волосы раздвинули, раз, лоб, вот эта вот зона, здесь и животик. Вы увидите, что у вас буквально за 2-3 минуты настроение будет абсолютно хорошее. Вот, вы успокойтесь, вы утихомиритесь. И замечательно работает с растяжками, замечательно работает с нашей кожей, особенно вот женщины, которые любят себя. Распыляйте, пожалуйста, на ваше лицо перед нанесением косметики. Вы увидите, что эффект от применения косметики будет более ярким. Еще могу сказать про Джибио, что замечательно работает с ожогами. Вот есть у нас такие и фоторезультаты, когда ожог 2-3 степени зажил без пересадки кожи практически за 3-4 недели. Очень серьезный ожог. Вот, и врачи ожоговых отделений работают с этим продуктом, они очень нравятся. Могу еще сказать, что Джибио хорошо заживляет раны, ссадины, порезы, ожоги. Прямо первая помощь. Вот обратите на этот продукт особое внимание. И также его очень хорошо брызгать на слизистые, если ангина, если стоматита автозная. И можно закапывать глазки тоже. Пока не было у нас продукта, капельки для глаз, мы капали и Джибио, и Waterfall F, потому что Джибио даже мягче действует с глазками, взаимодействует. В некоторых случаях не вызывает там некоторого дискомфорта. Ну, про Джибио. Ну, если что-то вспомню, добавлю походу. Да, давайте следующий продукт. Альфа-дигидрокверцитин, иммунный природный модулятор нового поколения, обладает свойствами защиты организма от неблагоприятного влияния бактерий, вирусов и грибков. Альфа-дигидрокверцитин помогает в терапии таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, атеросклероз. Предотвращает тромбообразование, стимулирует мозговое кровообращение, тормозит развитие и запускает естественную гибель опухолевых клеток, профилактирует заболевания центральной и периферической нервной системы, останавливает развитие дистрофических и склеротических заболеваний глаз, защищает от вредных воздействий желудок и кишечник, препятствует возникновению гипотоза и цирроза печени, является антиалергическим средством, улучшает состояние кожных покровов, помогает восстановить репродуктивную функцию, обладает антимутагенным свойством, повышает умственную и физическую работоспособность. Imagine People сохраняет самое ценное. Вот могу сказать, что люди, которые занимаются активным спортом, активным образом жизни, тоже оценили очень этот продукт, потому что, знаете, приятно как врачу рассказывать об этом продукте, но еще более приятно, как просто как бизнесмен, бизнесменам рассказывать, да, если вы будете употреблять всего лишь одну капсулу в день и хотя бы раз в полгода, в течение месяца, что я заметила на себе? Я смотрю на себя в зеркало, я смотрю, я вижу, что я молодею, я не знаю, как это, что это происходит, но вот я смотрю на себя в зеркало, я вижу, что я молодею, понимаете? Вот что-то меняется, не знаю, а может, овал лица, может, этот косметолог мне говорит, у меня к твоему контуру претензий нету, но если у тебя нет претензий, то у меня тем более нету, но мне вот нравится. Значит, что дальше? Легкое такое головокружение, я вот отмечаю вот с этой новой партией, да, я его пью тоже утром с этой водичкой, вот, допустим, первый стакан выпила, сделала упражнение и одну капсулу выпила и запила, значит, биогинной водой. Значит, что еще могу сказать? Работоспособность просто капец. Ой, ну это плохое слово, нельзя говорить. Вот, но хочу сказать, что вот работоспособность, это 100% гибкость какая-то появилась. И вот я смотрю на синенькой водички на нашей, да, хотя Анюша не любит, когда мы называем ее синькой, вот, но иногда так многие говорят, синьки дай мне, да. Кстати, синька окрашивает очень сильно, если пальцы и так далее, кожу, герпес, если кто-то капает, да, то будьте готовы, что будете синей губой ходить на работу. Вот, поэтому так аккуратненько, да, так аккуратненько обработали, вот, и пошли. Значит, альфа-дегидрокварцетин, вообще, вот у нас есть экстрасенсы, ой, столько у меня в моей команде вот этих творческих людей, но я могу сказать, что вот они говорят, название этого продукта поющее сердце. В первую очередь, это постинсультное, постинфарктное состояние, прединсультное, прединфарктное. Если вы хотите своей мамочке, своему папочке сделать профилактику, вот возьмите этот продукт, хотя бы по одной капсуле в день. Вот, а замечательно работает с хроническими венозными заболеваниями нижних конечностей, когда рожи, когда вот всякие там шишки на ногах венозные. Значит, очень хорошо работает с урогенитальным трактом и с легкими. Я приведу пример, который на себе испытала. Я приехала из Кипра, вот как раз у меня компания премировала этой поездкой. Первый раз в жизни, в свои 50 лет я выехала за границу. Знаете, вот всю жизнь смотрела, как ездят двоечники и троечники. Была по жизни отличница. Я думала, да что же я в жизни сделала не так? Что ж такое? Те, кто имел 2 и 3, имеют две вещи. Дачу, машину, квартиру, машину. Те, кто троечники, квартиру, машину, дачу. А те, кто отличники, знаете, головная боль, там гаморит, там все, аппендицин. Ну, понимаете, да? То есть комплекс отличницы и все такое. И вот я проработала на госпредприятии, потому что, слава тебе, Господи, в бизнес 2012 года. Ну и наконец-то компания Matching People за год построила себе такую структуру и наконец-то начала зарабатывать. И вот компания премировала мне этой поездкой за товарооборот. И я приехала из Кипра, такая вся... Ну, знаете, после акклиматизации произошла там, мы на недельку приехали. Там совершенно другой климат. Мы приехали сюда в этот холодный Киев на конференцию. И я попала в семью, где люди болеют. Вот, они... Такой страшный вирус. Только муж перенес и начала заболевать жена. Я там у них две ночи осталась. Вот. И я чувствую, заболеваю. Конференцию провела, пришла в другой дом. Там тоже все больные ходят. Я чувствую, заболеваю еще больше. Я уже шив нос, там каплю глаза. Нашу гидроплазму. Уже на корень языка, значит, синенькую, абсолютную энергию. Приезжаю домой, мама дома температурит под 40. Ну, просто какой-то... И я чувствую, что я захватила этот вирус, этот микс. Там они все эти переженились вирусы. Начала кашлять. Значит, и что я заметила? Какая инфекция вот интересная. Я ее, значит, из носа выгнала капельками. Она у меня в горлышко переместилась. Я, значит, горлышко прополоскала. Глаза чешутся. Я в глаза закапала. Уши начали, понимаете, пухнуть. И я уже не знаю, что делать. И я, слава тебе, Господи, вспомнила про Альфа. У меня еще там оставалась коробочка. И я вот смотрю... Молодцы, кушаете, да? Ну, молодцы. А что значит любить себя? Это, значит, покупать наш продукт и его употреблять. И я открыла для себя вот Альфа-Дегидр-Кварстин и выпила первую капсулу. На следующий день я стала здоровым человеком. Я думаю, как, неужели я ничего не болею? Дышу хорошо, не кашляю, уши не болят. Все нормально, нос дышит. Первая, вот прямо с первой капсулы, понимаете? То есть это то, что реально очень сильно укрепляет наш иммунитет. Этот продукт был синтезирован и нюшеном. У нас сейчас очень много на рынке биологически активных добавок, которые называются дегидрокварцитин. Почему у нас Альфа? Потому что у нас это смола, это кровь сосны, вот можно так сказать, да? Или плазма сосны. Это то, это как бы сок этого дерева, который живет 400-500 лет. Это единственная порода дерева, которая практически ничего его не точит, никакой, никакая амоль, никакая амошка, потому что, ну, оно само по себе настолько здоровое, что вот оно дает здоровье и нам. И в народной медицине эти средства этого сибирской, дауровской, этой лестницы, они давно использовались. И для лечения урогенитальных заболеваний, для лечения бронхов, для лечения гинекологической патологии. Так вот, наш дегидрокварцитин добыт особым способом, методом взрыва. Здесь не используется ни керосин, ни спирт для излечения вот этих вот смолок. Поэтому его можно в больших гораздо дозах употреблять, без вреда для нашего здоровья. И вот эта пыльца собирается в тенах этих после взрыва. Вот, и что самое интересное, здесь не только дегидрокварцитин, но еще очень два мощных антиоксиданта, которые остаются благодаря именно этому методу извлечения альфа-дегидрокварцитина из сосны. Еще тут соединение альфа-дегидрокимферол и норингин. Это тройной комплекс. Вот его разработали именно для того, чтобы привести в порядок космонавтов после длительных космических путешествий. Вот, и именно на этом продукте... Алло! Именно на этом продукте космонавты восстанавливались. Это был закрытый продукт, да? Но в Европе, вы уже знаете, около 20 лет. Есть, были серьезные компании, которые именно на этом продукте выходили на многомиллионные обороты. Вот, но в нашей компании именно Инюшин вот, значит, оставили этот продукт, потому что он очень и очень и очень классный. И вот, попробуйте его. Я думаю, что вы станете его поклонником, какие я... Вот, его можно пить один раз в полгода, да, с профилактической целью. Можно пить его полгода. Те люди, у которых есть предрасположенность, или там, допустим, онкомаркеры, да, я рекомендую прям по 2-3 капсулы. Берите, пейте, вы получите замечательный результат. У нас, у меня много людей, которые в состоянии, когда третья, четвертая степень онкологической патологии, у них это все тормозится, и идет продление жизни, понимаете? И для профилактики этой же онкопатологии можно брать. И даже маленьким деткам можно эти капсулы высыпать там на хлеб с маслом, или вот давать с каким-то жирком. Вот, очень хороший именно эффект иммуномодулирования. Плюс очень замечательный антиологический эффект. У всех наших продуктов, ну, у Альфы особенно. Вот. Так, дальше, следующий давайте. На основе достижения в области биофизической экологии и геоэкологии создан высокоэффективный нейтрализатор Клиоспейс для ликвидации негативного действия геоплазменных потоков. Наблюдение и научные исследования казахстанских биофизиков, а также исследователей из Словакии и США показывают, что установка Клиоспейс в автомобиле снижает вероятность автокатастроф на 30-40%. Кроме того, нейтрализатор Клиоспейс, который находится около экрана компьютера, предохраняет ваше зрение, уменьшает вероятность появления головных болей, в два раза снижает вероятность образования злокачественных опухолей в головном мозге. Клиоспейс обладает антиэнтропийной структурной памятью, и срок его действия без снижения эффекта составляет 15-20 лет. Радиус действия Клиоспейс достигает 2,5 метра. Клиоспейс защитит ваше здоровье и сохранит вашу жизнь от невидимых врагов. Imagine People сохраняет самое ценное. Очень много отзывов у нас по этому продукту. Я хотела вас спросить, вы устали уже немножко? Нет. Нет, нет, нет. Зарядку не вымирает? Нет. Нет, такая замечательная зарядка. Хорошо, если кто-то хочет в туалет, потому что мы все выпили, можете потихонечку так встать, выйти, а мы продолжим. Что могу сказать про этот замечательный продукт? Во-первых, это продукт, который уже спас неоднократно очень многие жизни моих партнеров от автокатастроф. У меня есть партнер из города Днепр-Дзержинска, Николай Кошляк, который уехал в Европу на заработки, и у которого на торпеде находится пирамидка. И вот он мне рассказывал недавно, вот как раз на конференции в Минопетровске, о том случае, когда его пирамидка практически спасла, потому что он говорит, я уже, знаете, вот как в тех фильмах, видел замедленные кадры всей своей юности, там, младенчества, молодости и так далее. Я понял, что я погибаю, потому что на встречу ехал автомобиль по встречной трассе, справа были горы, слева пропасть. И говорит, я не мог никуда свернуть, и я понимал, что все. Но вот когда автомобиль практически поравнялся со мной, говорит, не знаю что, у человека открылись глаза, и он в последний момент вывернул. Говорит, ну, может быть, миллиметр какой-то. Мы разошлись, мы, говорит, остановились, перекурили, говорит, оба и поехали дальше. Никто никого не материл, не бил, ничего. Просто оба устали, говорит, поехал, остановился и уснул. Вот. И таких примеров очень много, но этот продукт, он уникальный тем, что его тоже очень тонко чувствуют в себе энергетики. Потому что он работает с нашим тонким телом, с нашим тонким планом. Виктор Михайлович Нюшин доказал, есть такие фотографии, которые фотографируют тонкое тело любого объекта, который живой. Даже листик на дереве, он имеет свое свечение. То же самое, мы тоже имеем с вами свечение. У кого-то оно больше, у кого-то оно меньше. Кто-то из нас достиг какой-то святой жизни, кто-то в пороках погряз. Но все равно оно есть, пока мы живем, оно есть. Если мы что-то там такое хорошее сделали, благотворительность, какое-то доброе дело, вот это свечение увеличивается. Если мы благодарим людей, Бога, оно увеличивается. Если мы, например, прощаем кого-то, оно увеличивается. Если мы кому-то сострадаем, оно увеличивается. Грешим, завидуем, гневаемся, уменьшается. Это понятно, да? И что помогает сделать пирамидка? Помогает снять вот те нагрузки, те программы, которые нам переданы нашими родственниками. Потому что действительно какие-то программы на тонком уровне передаются из поколения в поколение. Все зависит от того, что человек натворил, да? И вот как, знаете, те люди, которые религиозные, или хотя бы к этому приближенные, они знают, что Бог вам наказывает до четвертого поколения, а милует до седьмого. То есть если человек чего-то заслужил, то весь его род, даже несмотря на какие-то там грехи, он помилован до седьмого. То есть вот это вот настолько у него плотная вот эта энергетическая защита, вот этот ангел-хранитель, я не знаю, ну как это все по-разному называют, что оно передается прямо вот до седьмого колена. Но если человек уже там натворил бед, то всего лишь четыре наказывается, да? Иногда мы живем и думаем, Господи, да что же там я такого? Там прадедушка что-то там натворил, да? Вот. И пирамидка что делает? Она помогает нам снять вот эти родовые программы. Она помогает нам вот все зло, всю нечисть, которая, ну, бывает скапливаясь такими потоками. Люди иногда такие, знаете, вот бывают нехорошие. Посмотрел где-то там что-то, да сам. И вот если у нас эта пирамидка недалеко от нас, примерно два с половиной метра у нас щит стоит. Понимаете? То есть усиливается наше собственное биополе. Оно становится более плотным. И если пирамидка стоит стационарно в вашем доме, то энергетика вот этого поля, она разрастается до размера в квартал. И у нас есть такие уже, ну, наблюдения, скажем, да, что, например, в Санкт-Петербурге бабушка одна выпитывает внука, очень сильно переживает, потому что над ней наркопритон и под ней наркопритон, а внук ходит в школу. А внук уже такой переходный возраст, уже такой мальчик не совсем слушается. Ну, купила эту пирамидку, поставила там перед иконками, молятся каждый день. Проходит месяц второй, не знаю, что случается. Первый наркопритон съезжают люди, и второй, что-то там милиционеры, в общем, все вычищают, нету, ни сверху, ни снизу. Очистилось пространство. Название у этой пирамидки «Чистое пространство». И Нюшин работает уже давно, это одно из его изобретений. Он давно делает такие пирамиды, и такие пирамиды можно увидеть в городе Алма-Аты на аварийно-опасных участках дорог. Они такие неказистые, серенькие, такие большие. Такие пирамидки ему заказывают для зданий, в основании зданий закладываются банковские здания, госучреждения. То есть это уже не ноу-хау, но вам скажу, что здесь он все время что-то усовершенствует. Он вообще предсказывает землетрясение. У него очень много различных видов деятельности. Вот одна из них, это как раз вот эти пирамидки. И вот то, что я держу в руках, видите, она нестандартная. Там на ролике было четырехгранное, вот мы такую получаем, четырехгранную. А это у меня подарочная пирамидка. Я ее получила как участник конференции в Алма-Ате. Вот летом мы ездили, да. Это за то, что человек принял решение, преодолел пространство, приехал на конференцию. Вот отлили нам 150 участников, было отлили нам 150 этих форм, и каждому участнику вручили. Было очень приятно. Действительно, эта пирамидка, она более крупная по размерам, чем четырехгранная. Она немножко больше весит. И вот, как говорят люди, которые видят, она как бы так больше притягивает денежную энергию. Вот, и вы знаете, она удивительным образом работает, если у человека такие благи, какие-то помыслы, желания. Можно написать даже, что вы хотите, и поставить пирамидку на это. Вы знаете, как-то это выполняется. У меня, приведу такой пример, мы недавно, вот, моему сыну папа подали машину, и мы ее перегоняли из Германии сюда. Но то, что творится сейчас на границе, я вам не могу передать. Это просто, это сплошная очередя, я так устала. И вот мы доехали до белой полосы какой-то, а какие-то мальчики впереди ее пересекли. И этот раздраженный, не знаю, сколько он работал, этот пограничник из Польши, он так на этих людей разъярился, он так на них кричал. Я говорю, господи, а что тебе, хоть бы, говорю, у нас с тобой, хоть бы все было хорошо уже. Я уже взяла эту пирамидку в руки и ему отдала его четырехграну. Он говорит, давай, молись. Ну, вот так же мы сели, потому что мы чувствуем, что сейчас этот гнев будет уже рикошетом по нам. И вот он подходит нам, говорит, выходите из машины. Ну, что ты же вышел? Открывайте багажник. Я же сижу. Господи, помоги, помоги, пронеси пирамидка тоже, все помогайте. Вот, сижу. Говорит, кто вы? Я говорю, я мама. Он говорит, я думал, девушка. Ну, проезжайте. Вот, ну, он рассмеялся, вот, и мы проехали. Я не знаю, как. И когда уже Ашот подошел к окну, девушка, которая сидит там тоже, она такая, ну, на русском, она разговаривает. Слушайте, а у вас что там сегодня? Скидки в этой Германии. Говорит, уже восьмая БМВ подряд. А Ашот такой, ну, у нее такой, знаете, ее мама говорит, салы, салы. А это скидки по-немецки. Салы, скидки, скидки. Она рассмеялась, говорит, ну, проезжайте. А до нас все эти машины, всем отправили на какую-то экспертизу. И вот они все разъехались, а мы проехали. А Шот такое? Работает твоя пирамидка. Работает. Вот. Ну, для меня это, знаете, как чудо было. Ну, такое ожидаемое. Потому что я ее держала в руках, я как-то доверилась. Вот так. То есть эти сильно нейтрализовались вот эти вот потоки гнева у этого человека. И как-то так даже эта ситуация для нас получилась выигрышная. Ну, вот как-то так. Значит, что еще могу сказать про пирамидку в плане здоровья. Очень часто, если что-то у вас болит. Вот у меня приятные были ощущения в области желчного пузыря. Я просто ставлю ее на основании. Вот. И буквально 2-3 минуты болевые ощущения проходят. Не знаю, сколько у остальных, но у меня практически всегда. Если болит голова, я просто пирамидку прикладываю к тому месту, где болит. 2-3 минуты, и все проходит. И очень многие партнеры об этом говорят. У меня даже есть видеоотзыв одного партнера, который говорит, я просто представил, что я поставил пирамидку на лоб, у меня через 2 минуты прошла жуткая головная боль. То есть вот как люди визуализируют, так они... Вот здесь вот можно сказать, что да, и самовнушение тоже работает. Но, тем не менее, вот мы имеем действительно в руках уникальную вещь, и я вам всем рекомендую хотя бы одну в доме такую пирамидку иметь. Даже рекомендую, как одну поставить стационарно, пусть стоит, да, работает на большое пространство, и вот этот купол разрастается. Есть у меня такая художница, которой как бы приходят ответы, и она задает вопросы, как работает пирамидка. У меня из... Ко мне из Подольского есть такая партнер. Значит, и вот она прямо нарисовала картину, как вот из этих граней пирамидки выходят такие плазменные потоки. Вот видимо девочка, вот они и выходят вот так из каждой грани, собираются вот так вот потом в купол, и этот купол окутывает того человека, с которым будет эта пирамидка. То есть вот я, представляете, я вот так хожу, и вот возле меня так два с половиной метра. Вот такая вот купол. Понятно? Да, пожалуйста, подержите. Мы, кстати, когда в Москве встречались, у нас такой получился... Вот так никак мой отзыв не выставят в интернет, я очень жалею об этом, потому что такое было замечательное, такое выступление получилось душевное, потому что мы взяли флакончик с водой и пустили по залу. Этот флакончик передали Виктору Михайловичу Нюшину за благодарность наших сердец. Каждый человек, который поддержал этот флакончик, он его поблагодарил, потому что, знаете, столько результата, что вот хочется все тепло своей души вот вложить в эту благодарность, и этот флакончик поехал к Виктору Михайловичу, потому что ему уже 77 лет. Вот, он старенький, и когда мы первый раз в Алма-Ату приезжали, его привели, он слепенький, потому что он получил облучение, лучевая катаракта у него, вот когда ядерно был участником этих испытаний. И вот он всю жизнь ищет сам себе лекарства для того, чтобы восстановить утраченное зрение. И вот этот раз, когда мы приехали в июле, он уже в зал пришел сам. То есть его уже не вели, ни на полноцкий, вот он уже так вот, и он говорит, что у него появилось зрение. То есть он уже видит контуры и очертание. И это очень здорово. Ну что, следующий продукт. Ви-Нейчер – это инновационный, биологически активный препарат, содержащий в себе основное активно действующее вещество – концентрат гидроплазмы биогенной воды с биофлавоноидной группой и ионами селена. Тоник для глаз Ви-Нейчер оказывает следующие действия. Увлажняет и сохраняет длительный увлажняющий эффект. Значительно помогает защищать и снимать симптомы усталости. Устраняет напряжение глаз, возвращая комфортное состояние. Восстанавливает и стабилизирует слезную жидкость. Создает устойчивость к действию многочисленных техногенных деструктивных факторов. Влияет на просветление и очищение глазной жидкости и склеры глаза. Улучшает трофическое отношение капиллярного снабжения глаза. Улучшает нервную проводимость глазного зрительного нерва. Значительно увеличивает срок службы и функции искусственных материалов после операции по замене хрусталька. Оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. Возвращает здоровое состояние поверхности глаз, роговицы и конъюнктивы. Imagine People. Сохраняя самое ценное. Вот этот продукт, он тоже замечательно работает с гормональной системой нашей. И его тоже можно накопать и в глазки, и на корень языка наносить. Как и абсолютную энергию, замечательные результаты у нас есть. У нас есть доктор Флюра Гауптрофна, который работает с биорезонансной диагностикой и биорезонансными приборами. И вот она неоднократно говорит о том, что замечательные результаты даже вот до применения и после применения вот такого на корень языка этого продукта. Потому что слен тот микроэлемент, который является противораковым. И он тоже хорошо забудет именно работать с гипофизом с нашим. Поэтому обратите внимание на этот продукт. Я его рекомендую абсолютно всем, потому что мы все с сотовыми телефонами. То есть, соответственно, мы все облучаем наши глазки. Согласны со мной? Компьютер – это те, которые в интернет-бизнесе. Кому за 40, так это вообще всем показано. Потому что это то, что продлевает молодость ваших глаз. Ну, а если вы носите контактные линзы, как я, или если у вас какие-то уже есть мушки перед глазами, или там немножечко что-то такое со зрением, то, безусловно, это такой продукт, который будет профилактировать все неприятности, которые связаны с возрастными изменениями нашего органа зрения. Я вас благодарю за внимание. Я хочу сказать, что, ребят, вот вы послушали об этом продукте. Возникло у вас желание что-нибудь приобрести? Да, желательно. Возникло, да? Вот у кого возникло это желание? Вот у нас человек в кипе сидит, видите. Заряжается. Вот очень неправильно делаете, кстати. Так вот, вы можете обратиться к тому человеку, который вас пригласил, вот, и с ним оговорить уже вот эти нюансы, да, по регистрации, потому что у нас, если вы зарегистрированы, вы можете этот продукт получить с определенной, там, 20-процентной скидкой от цены, которая на сайта. И, мало того, вы можете получить результат для себя и потом рассказывать об этом своим друзьям, своим знакомым, и еще иметь возможность совершенно изменить свою жизнь в лучшем и материальном плане. Я сейчас хочу вызвать на эту сцену тех людей, которые получили результат по продукту. Я вас очень прошу, ребят, выйдите и расскажите буквально одну-две минутки о себе, кто вы, что у вас было, что вы применяли и что у вас получилось в итоге. Прошу быть кратким, чтобы ваше выступление было на одну-две минуты, потому что очень хочется снять маленькие ролики и вот об этом рассказать в интернете. Почему? Сейчас вот такой очень-очень важный момент. Один раз моя подруга сняла видео, вот, Евгения Филиппова, Рыженко, может, обратили внимание, когда шел большой ролик, я попросила, говорит, Гарри, я боюсь, я не фотогенична, она причем очень красивая одежда. Я очень боюсь камеры, я говорю, ты просто вот встань, одну минутку скажи, я Евгения Филиппова, вот у меня такой-то, такой-то эффект. И она рассказала, знаете, о чем? У нее вот эта вот болезнь, морская болезнь. И она когда летала раньше, вот у нее Владивосток, Москва, она говорит, я в течение суток приходила в себя, вот у меня, говорит, штормило, говорит, я вообще, говорит, ну, рвут это не было в самом самолете, но, говорит, буквально штормило, говорит, еще, ну, говорит, ну, наверное, сутки. Начала применять продукт, и вот московская, не московская, перед этим еще была, московская конференция, только весна у нас была или летом. Вот, и она говорит, впервые в жизни я приехала, все чувствую, как человек. То есть у нее вот эти вот явления ушли. То есть стабилизировался маленький аппаратик, у нас нету этой морской болезни. Она рассказала об этом, в этом маленьком ролике. Я разместила его на ютубе у себя и поместила в чат. У меня, ну, ни один партнер мне сказал, что после этого ролика к нему подписались люди, которые имели вот такое заболевание. Вы понимаете? То, что у вас болит, может быть, болит еще у миллиона человек, но пока они не услышат этот отзыв, их не торкнет, понимаете? А то, что вот вы расскажете со своими эмоциями, я вас очень прошу. Не стесняйтесь. Выходите, рассказывайте кратенько. Это поможет, я думаю, что очень большому количеству людей. Хорошо? Можно я первый? Да, пожалуйста. Давайте поприветствуем. Кто вы? Здравствуйте. Меня зовут Александр, с имени Апанасенко. У меня случилась проблема, 8 или 9 лет точно, не знаю. У меня был подарок расти. То есть это болит все. Ходить невозможно. Доходило до того, что я со второго этажа на первый в туалет по два часа сползал. Я использовал очень много. Я мотался в геническо-горячий источник. Мне помогало на 2-3-6 месяцев. И опять эти боли. Опять эта химия спасала... Как эти таблетки называются, я уже не помню. Но, короче, капсулы там бешеные какие-то. И вот, когда мне... Моя супруга раскрутила меня на эту воду, в прямом смысле, я первый день взял с дуру, накапал, как вы говорили, 15 капель. Сел за руль, да что такое, машина разбегается у меня. И потом, буквально где-то через недели-полторы-две, я почистил, что у меня кисть перестала болеть, что я могу вращать. Я не заметил этого, что я вращаю эти кисти. Если кто не знает, что такое подарок, дай бог, чтобы я их не знал. Потому что это неповторимая боль. И сказать, как это болит, даже сказать это не... Значит, не рассказать. Я эту водичку начал пить и поливать. Сегодня прекрасно знает моя Оля, как я пользуюсь брызгалкой. Я делаю синюю штук 10, туда штук 10. И начиная с мордах, и кончая всех этими, где только можно, и неси вверх, и попу, и писю, и тому подобное, все на свете. И что я вам должен сказать? Изменения есть в чем. Но у меня энергии и так хватало, слава богу. А сейчас с меня просто прет вот это все. Хочется рассказать, но я пока еще не сетевик, не научился этому говорить. Почему я пошел в эту систему, к этой водичке? Потому что эта вода – это жизнь. А коли это жизнь, значит, я могу рассказать. Это не капсула, это ни то, ни другое, ни третье, четвертое. Это не скрытый бизнес, ни Китай, ни Корея. Это наша вода, к которой мы ходим, гадим у нее и тому подобное. Это чистая вода. Я, конечно, очень всем желаю, чтобы кто еще не услышал, я не знаю, как эта пирамида, но я верю Алине, что она работает, так как работает и водичка, и плазма. Ну, если у меня не возвращается, вот уже сколько я бегаю, кручусь много, ну, я сплю 3-4 часа, больше меня не хватает. Я и до этого спал, я всю жизнь только сплю. Я очень благодарен этой воде. Спасибо. Добрый день всем. Меня зовут Дорофеева Светлана, город Энергодар. С водичкой познакомилась 4 месяца назад. Да, вот 4 месяца я пью, познакомила меня моя подруга, Ирина Нейман. Я очень благодарна ей. Когда она мне позвонила, я была в Киеве, она мне сказала, что есть вот такая вода, я тебя добавлю в чат. Вот, я говорю, замечательно. Я приеду, я буду, я знала однозначно, буду ее пить. Как только приехала, я взяла пирамидку, водичку и начала принимать. Значит, ну, самое, у меня много таких, может быть, мелких. Я расскажу за самое основное. То есть у меня с 7 класса на правой ноге это варикоз. Ну, как бы он тогда еще был не такой, как бы выраженный. Да, он постепенно, с годами, то есть это все хуже и хуже. И последний год, как бы, я поддерживала, я постоянно что-то пропивала для поддержки, да, чтобы поддержать мне это. И последний год уже, ну, например, только операцию, то есть говорили операцию и без операции никак. Последний год у меня очень уже, ну, сильно болела нога. Я, то есть заснуть я не могла, чтобы вот такая боль в ноге. И, то есть мне надо было либо таблетку обязательно выпить какую-то, обезболиваю еще, чтобы уснуть. И еще она начала темнеть, и такой багрово-синюшный внизу. Я так поняла, уже понимала, что это, как бы, к закупорке, да, где-то идет. И когда я начала принимать водичку, начала пить, то есть я, как бы, ой, вначале спала. Вот, но все равно какая-то энергия была. На сегодняшний день, то есть совсем еще варикоз не ушел, но нога посветлела, то есть вот она стала светленькая, и вены начали прятаться. Хотя, ну, там только операбельно, а я операции, как бы, стараюсь это, вот. Я никогда, ну, я не верила, то есть, ну, как не верила, ну, я думала, ну, куда они могут, ну, как это, они никак не уйдут. Ну, вот уходят, то есть выравниваются, уходят. Вот, и, как бы, последнее еще, что именно вчера это я заметила, мы в офисе долго общались, уходили, пришла я оттуда рано, и, ну, как бы, целый день я была на каблуках. То есть обычно приходишь и переобуваешься, и все, то есть целый день до вечера, и потом я иду домой, и у меня такая, думаю, я целый день на каблуках, у меня не болят ноги, я иду, у меня, ну, не болят ноги. То есть, ну, это какой-то красивый день. Получится ли у меня коротко, не знаю. Я хочу от крупного к мелкому рассказать. Крупное — это то, что те, кто в зале меня знают, у меня двое детей, которым 11 лет назад поставили заболевание гламиролонефрит. Кто не понимает, что это, я объясню. Это аутоиммунное заболевание, идет сбой, то есть почки — это чистят нашу кровь, которая проходит через почки, как через фильтры, и то, что лишнее выбрасывается, то, что хорошее, проходит дальше. Так вот, у моих детей произошел сбой, и почки начали выбрасывать белок, который нужен, да, как строительный материал. Поэтому у них в моче белка много, а в крови, естественно, его недостача идет. Если у старшего сына еще течение болезни как-то более-менее, по крайней мере, у него нет отечностей, то младший год назад он дал уже клинику, у него отекли конечности, у него были отеки в перикарде и во внутренних органах, попали в реанимацию. И с того момента ребенок второй год уже пошел, он находится на гормонотерапии и терапии цитостатиками. Но ни одна терапия, которая с нами проводилась, она не давала особо никакого результата. Собственно говоря, отеки мы все равно не могли никак побороть, потому что, как они говорили, мы резистентны. То есть на нас ничего не действует, никакие, да. То есть терапия, которая должна дать какие-то результаты, она просто на нас не действует. Пили травы, пили БАДы, постоянно что-то искала. То есть ребенок в таком плавающем состоянии, он продолжал находиться. С 7 декабря мы начали пить воду, и старшему сыну надо было проходить для военкомата. То есть если его в своей поликлинике-то все знают, что дети уже на инвалидности давно, и знают их анализы, уже перестали пугаться и падать в оморок от их анализов. То, когда он начал проходить комиссию от военкомата, там его никто не знал, и поэтому они прибежали, вот такие глаза, «Серафим, у тебя ужасные анализы». Он говорит, «Да не может быть». Знаете, как подростки еще с приколами. Он говорит, «Да вы что, не может быть». Они говорят, «Да, у тебя 0,33». И тут мой Серафим такой, в смысле 0,33. Чтобы вы понимали, у него белок давным-давно, 2,5-3 грамм. И вдруг 0,33. Он говорит, «Мама, у меня белок упал». То есть то, что для них было страшно, он говорит, «Так у меня белок свалился». А тут уже подошел момент, когда надо было младшего ложить. Мы каждые 3-4 месяца проверяемся. Вот я его позавчера только выписала. У меня 2 недели ребенок отлежал на исследованиях. Потому что одно дело наблюдения. Вот мои такие просто за ребенком наблюдать. Один стал поспокойнее, потому что у меня двое разных людей. Один холерик, один меланхолик. Тот, который меланхолик, он хоть немножко шевелится начал. А тот, который холерик, он чуть-чуть поспокойнее стал по своему характеру. То есть эмоционально они начали немножко, знаете, как уравновешиваться. Но по анализам я же дома не могу проверить. Поэтому вот 2 недели он лежал. И я, когда пришла, я врачам сразу говорю, у нас новая фишка. Потому что они уже с нами так за 10 лет смирились, а мы все время травы какие-то пьем, что-то там БАДы какие-то. Она говорит, что вы опять на этот раз пьете? Я говорю, мы пьем, говорю, водичку. Она говорит, ну ладно, пейте уже. Мы привыкли, что хотите. А потом она говорит, ну мы там капельницы альбумина сделаем, подгоним ему там, то сделаем, то сделаем. Потом я приезжаю на следующий день. Она говорит, вы знаете, а мы не стали ничего делать. Потому что мы взяли биохимию, у него поднялся белок. Чтобы вы понимали, в реанимацию мы когда загремели, у нас был 38 в крови белок. Сейчас он 50. То есть поднялся содержание белка в крови. И белок, который в моче был больше 6, там 6 с мелочью, сейчас до 2 свалился. То есть это за долгие-долгие годы первый такой... Еще речь не идет о выздоровлении полном. Но пошла частичная ремиссия. То есть хотя бы какое-то выравнивание уже началось. До этого я ни на чем другом этого не наблюдала. То есть я понимаю, что если в таком духе будет продолжаться и дальше, возможно мы вообще просто забудем про это заболевание и уйдем от него полностью. Что я, конечно, очень сильно жду. Это из такого более-менее крупного, из мелочей. Из мелочей, потому что я пою не сама, только пью, да, еще и родителей. То, что говорили о паразитах, у моей мамы действительно. В первый же день, как она выпила эту воду, она мне приехала домой и мне звонит, говорит, чем ты меня напоила? У меня все тело обсыпало фурункулами. То есть понимаете, когда мы начинаем какие-то паразитарные вещи употреблять, то все-таки наши паразиты, они там собирают чемоданы и медленно выходят. А тут мама посчитала, что она такой вес у нее большой, она хлопнула так хорошо на свой вес, и они не стали чемоданы собирать. Они вышли просто там, где они находились. Фурункулов стало меньше, но они еще продолжают по всему телу находиться там, там. Она говорит, они как-то не болезненные, но вот через отверстие, как говорится, в теле выходит бесконечно какая-то неприятность. Когда я читала отзывы, там был один из отзывов о рожистых воспалениях, а у моей мамы они частые, практически каждое лето у нее бесконечно рожистая нога, и она уже синюшно-красного цвета. И я звоню маме, говорю, мам, как там твоя нога? Потому что тут люди пишут, все попроходило. Она посмотрела, говорит, о, правда белая. То есть та нога, которая была синюшная, она полностью освободилась, этот цвет ушел, и она стала беленькая. Потом есть такая неприятность, и многие женщины возрастные с таким сталкиваются, когда чихнул, кашлянул и уписался. Понимаете? Вот у моей мамы уже в возрасте тоже сложилась вот такая вот нехорошая такая, вроде бы болезнь не болезнь, но неприятно, да? Так вот, это прошло где-то буквально недели через 2 или 3 приема воды. Единственное, что она говорит, конечно, когда это прекратится, но в туалет поначалу люди бегают просто с неимоверной скоростью, при том ходят в туалет гораздо больше, чем они выбили. Как-то так получается. То есть люди, которые мне звонили, они говорили, и соль выходила, и камешки выходили. То есть очистка идет очень серьезная. И я недаром вышла с пирамидкой, я все-таки расскажу еще отзыв свой о пирамидке. Потому что, когда Ирина вот к нам приезжала, она сказала, пирамидка исполняет желания, и действительно, я тут в кошелечке ношу еще свои желания. Сначала они были скромные, но они быстро исполнились. Теперь я начала нескромно писать. Вот, я все-таки размахся нам. Но она говорит, Тань, тебе деньги надо? Бери кучку денег, став сверху пирамидку, она притягивает деньги. Я думаю, деньги мне всегда надо. А тут у меня как раз подошел очередной платеж по страховкам. Я денежку отсчитала на страховочку, положила платежку, паспорт, денежки, сверху поставила пирамидку и спать легла. А утречка все дело, это сгребла и побежала быстро в банк. Сунула девочке все денежки, чтобы заплатить, а она мне раз и 200 гривен назад. Я говорю, не-не-не, мне с индексацией, возвращаю на одну, говорит, хоть с индексацией, хоть без 200 гривен лишнее. Ну, я, конечно, по математике двоечная, ну, не до такой степени. То есть на 200 гривен я не могла просчитаться. Единственный вариант, что они материализовались. Как они материализовались, я не знаю, как это объяснить. Но деньги реально пирамидка увеличила, и при том в самом прямом смысле, а не в переносном. Поэтому у кого проблемы с деньгами, все-таки рекомендую пирамидку и ставить на нее деньги. Потому что они действительно приходят и реально, и виртуально тоже. Потому что я увидела, что чем бы я ни занималась, у меня все закрутилось такими вот темпами. То есть я умудрилась и золото заработать, и вот сейчас иду там на поездки зарабатываю. И что мне нравится, что это легко. То есть без какого-то такого напряжения, это такое, на кураже, понимаете? И я думаю, что это дает и водичка, и пирамидка, и как бы весь комплекс вместе, он позволяет быть в таком, знаете, эмоционально хорошем состоянии, на подъеме. Когда ты увидишь успехи свои, людей вокруг, естественно, ты загорайся свечкой, хочется двигаться вперед, не останавливаться. И, естественно, скучно самой. Я вам скажу, последний раз, когда я летала в Португалию одна, до этого я всегда с кем-то летаю, да? А это вот я полетела сама, и вот понимаете, тоска, когда ты сама летишь. Не сфотографировать тебя некому, не похвастаться, ой, гляньте, как классно, да? Вот кому сказать, и некому, да? Как-то, знаете, вот это вот селфи придурочное, ну, неинтересно. Поэтому я очень, очень хочу, чтобы те люди, которые сюда пришли, вот это все услышали, в следующий раз поехали вместе со мной. Компания предлагает и замечательные поездки. Вот я, например, никогда не была в Питере. Они предлагают поехать в Питер, шикарно отдохнуть, получить кучу подарков. Я думаю, мы у себя на страничке будем выкладывать, что для этого нужно. И я думаю, ребята, вот все, кто тут сидите, давайте как-то сделаем это все вместе, чтобы не надо было делать селфи, а чтобы мы могли все-таки друг друга фотографировать эту радость, эти эмоции, чтобы они запечатлелися у нас всех. Поэтому, если еще какие-то отзывы есть, кто у нас еще, да, еще есть, а для тех, кто потом захочет все-таки узнать, как поехать в Питер за счет кампании, я думаю, надо будет на вторую часть остаться и послушать. Все, я прохожу. Всем добрый день, я зовут Ирина Макарова. Я как бы, вот в отличие от вас, сетевик, да, со стажем, но никогда не занималась БАДами, никогда не занималась вот как бы здоровьем, да, у меня так вот духи, красивые женские бизнесы, вот как-то так. Вот, мне предложила Ирина Нейман, она меня включила в Вайбер-группу, вообще ни во что не верила, вот реально, вообще ни во что не верила. Два месяца наблюдала. Открываю, чтобы почистить Вайбер, и попадаю на отзывы о глазах. Вот я не знаю, каким это чудным образом работало, но попадаю на отзывы о глазах. Это с сентября меня подключили, в ноябре месяце у меня мама ослепла. Я покупаю эту водичку в надежде на то, что вот как бы ей это поможет. Приношу, мама говорит, я пить не буду, я уже все иду на операцию, вот у меня тут уже три флакончика капель, я уже вот тут вот пакетики разложила, пью таблетки, в общем, это я принимать не буду, и хоть вот до сих пор не принимает. Куда деть? Понятное дело, начали сами пить. Вот, поэтому, знаете, как все, что не делается, наверное, делается к лучшему, да, и вот эта водичка появилась у нас сегодня, первое, что мы отметили, ребенок кашляет, начала кашлять, такой сухой, конкретный кашель, прям бронхиальный такой, 12 ночи, не может заснуть, опять лезу чистить вайбер, вот реально, ну, чистить вайбер, с мужем разговариваем, яська рядышком кашляет, отзыв бабушка, вот она там дает полный расклад, там 15 капель под язык, в нос, там туда-сюда, и вот как бы кашель должен уйти, и говорю, ну, давай уже, что делать? капаем все, продолжаем с мужем беседовать, ребенок затих и уснул, то есть реально, это вот для меня было настолько таким весомым показателем, вот, муж вообще не верит в него, что, но пить начал, вот просто ради, как бы ради эксперимента, как он сказал, вот, мы, вот этот флакончик, ну, я отлила маме, отвезла, и вот как бы полфлакончика, оно осталось у нас, и быстро очень достаточно закончился, поэтому вот после Нового года у нас был такой перерывчик, буквально недельку, мы ее не пили, и муж заболел ангиной, как только пришел вот этот вот пакетик, да, вот, мы сразу начали джибио брызгать, и гидроплазму, вот как бы все вот это полоскать, и все делать, ангина гнойная прошла без, вообще без поднятия температуры, буквально три дня проходит, у него гайморит обостряется, то есть пошли обостряться процессы, ну, я как бы, это уже и смех и грех называется, да, Ира говорит, две капли, я решила по две капли в нос нужно капнуть, вот, я честно реально думала, я мужа убила, потому что чихал и кашлял так, что я вот, мне страшно было, я так за полночь прихожу, а он в водильную комнату лег, ну, что ты хочешь, я говорю, смотрю, как ты здесь, а он затих, не дождешься, я говорю, хорошо, пошла обратно, уже после часа ночи, вот опять захожу, а он спит, и дышит, с синенькой капли, да, да, с синенькой, две капли в нос, вы поняли, да, ну, мне страшно было, очень страшно, я просто так вот приходила, смотрела, да, жив, не жив, да, вот, и, а он спит, и вот, с вот этими, две салфетки, это саморядочком уже выложил, потому что, ну, без салфетки, вот этот моток принесла ему, потому что все лилось со всех щелей, что называется, вот, и вылетало все, и сажа, потому что мы топим сами, и вот как бы все-все-все, да, но он утром встал, и он дышит, понимаете, и он у меня целый день на улице, целый день, вот как бы он не лечился, то есть, да, да, он говорит, к концу дня опять заложила, но мы уже, зная, что нужно по капле, закапали по капле, три дня, три дня мы капали эти капли, все, гайморита у нас нет, слава богу, и опять же, вот после Нового года, у Яськи снова поднялась, была температура, я опять один раз дала нурофен, ну, потому что температура по 39, и вот этот весь комплекс, весь комплекс дала, все, температура упала, и больше ни разу она не поднялась, вот эти кашель и сопли, ничем другим, вот, никакие там гербионы, все остальное, ничего, вот только вот эти вот капельки, вот мы даем. Ну, такой весь комплекс, расскажи, конкретно что давала? Я, значит, вычитала на полстаканчика водички, 15 капель вот этой вот гидроплазмы, под корень, две капельки, и в нос по капельке, ну, это вот я вот как бы, хоть за свое там. Именно water for life, белая? Да, water for life, ребенку 5 лет, ну, вот как бы, я вычитала, что там тоже, вот именно 5 лет, ребенку бабушка это все сделала, и вот я так же сама своей сделала, вот для нас вот так вот это хорошо помогает, вот, что еще, не знаю, Леночка, ты о себе сама расскажешь? Расскажешь, потому что это вот, это мой менеджер, которая не верила, не хотела в группу, но ей пришлось выпить водичку, потому что у нас в офисе проводилась эта презентация, и вот она начала просто пить, и просто умываться, вот, вот такие у нас замечательные, как бы, результаты. И, Леночка, давай, я просто очень хочу, чтобы она была. Теперь уже скажу, недели две назад, я не сказала, почему верно, а сейчас скажу. Значит, у меня больше 10 операций на глаза, больше года я была вообще слепая, на левом глазу у меня пересадка роговицы, которая через полгода помутнела, я перестала на него бить вообще, и все мои больше 10 операций, они, я чувствовала, что мне не подходят гормоны, но так как наши врачи не верят, и говорят, как это, мы на гормонах всех вытягиваем, а вы тут придумали. Короче говоря, когда я уже последний раз уперлась и перестала принимать гормоны, я немножко пошла легче, и у меня больше 20 лет, я иду руку об руку, с доктором, проверяю все-все свои результаты, лекарства, которые я в себя впихиваю, и когда я недели две, я испытывала эту водичку на цветке, который на выброс готовился, он стал зеленым, ярко-зеленым, я его не выбросила, для меня был это показатель, и потом я по чуть-чуть, ну буквально там, я не знаю, по полстакана, наверное, пыталась пить этой воды, белой гидроплазмы, и я умывалась, доктора моего не было проверить, это все можно или нельзя, но дома, если я нашей дерьмовой водой из крана умываюсь, то почему я не могу умыться этой водой, я начала умываться водой, утром и вечером, я почувствовала облегчение, за две недели приема воды, и я только умывалась, еще не капала, у меня, я случайно заметила, на одну диоптрию я поменяла очки, за две недели, я пришла и говорю, я хочу, ой, зайка, очень важен ваш отзыв, очень важно, очень важно, на сегодня, девочки, я могу показать, Ира, посмотри, у меня стал светлеть, пришитая роговица, девочки, я стала видеть цвет, изнутри, видеть вот этот цвет, красный, синий, белый, спасибо, это наш ответ, это наш ответ тем людям, которые говорят, что это плацебо, да, это просто супер, это для меня, это было очень, я еще, знаете, что хочу сказать, добавить, значит, вот эти капли глазные, мне пришли первыми, будем говорить, потому что, кому-то там их подарили, кому-то там давали попробовать, Ирочка мне дала первые, Ира очень благодарна, я начала усердно капать, но я продолжаю, умываться, и я продолжаю капать, именно гидроплазмы, девочки, ощущения, вообще вот по себе, абсолютно разные, объясню, значит, когда я белой водой, гидроплазмой капаю, и вечером, и утром, у меня уходят внутренние отеки, у меня с ног ушли отеки, у меня внутренние отеки, не уходили ничем, я не снимала никакими глазными каплями, никакими слезами, за 700 гривен бутылочка, ничего мне так не помогало, сейчас я совмещаю и то, и это, вот капли для глаз, они мне смягчают, убирают, вот, ощущение песка в глазу, да, у меня была роговица, ощущение, вот если к вечеру, то это ощущение, как будто у меня весь глаз, вот наизнанку выворачивает, вот оно все цепляется, что мой, капай, что хочешь делай, ничего не снимала, глазные эти капли снимают, но, именно внутреннюю отечность, именно вот как, от давления глаза, я уже не капаю, ничего вообще, вот только гидроплазмой я снимаю, утром и вечером, я и гидроплазму капаю, и пару раз в день, я глазными капаю, спасибо большое, где эта точка, так, ну, хочу поделиться, ну, таким отзывом, может, чтобы приподнять, сейчас настроение тут всем, были, конечно, и глисты у котиков, и червяки по всей голове, и гнойный глаз, в общем, все мы это прошли, что я заметила, есть у нас такой еще рецептик, вот это вот, абсолютная энергия, капать ее в пупик, я же такая послушала, кто уже капает в пупик, думал, хочу бабочек в животе, вот реально хочу, вот это вот, знаете, как бы не первый год замужем, да, не попросили, а уже и не хочется, думаешь, ну и ладно, думаю, хочу разбудить это, ну, будила, капала где-то, наверное, на протяжении месяца, нерегулярно абсолютно, то капну, то три дня не капну, то снова Вовчик накапай, мне накап, ты смеется, пук зеленый, самой смешно, как бы есть такая ситуация, вот, что происходит, ехала как раз к вам, в 5.20 утра автобус, накануне, ну, засыпая мне, капнули в пупик, сижу в автобусе, чувствую, что-то не спится, понимаете, первое ощущение, когда я эти бабочки почувствовала, это было только вот где-то в этой зоне, в автобусе я почувствовала, что это здесь, и я так дышу, думаю, что ж такое, приехав к вам, дождавшись 9 утра, шлю игривое смс мужу, который остался в Нергодаре, я Снергодара, зовут меня Ксюша, муж мне там пишет, ты что поехала, работать или что, я понимаю, что все, поняла, флирт окончен, не туда, дождавшись уже вечера, возвращаюсь, а мы должны были, к нам должна была прийти, его дочь, должны были ночевать вместе, и я же пишу ему, Вова, Катя приходит к нам ночевать, он, судя по твоему настроению, нет, все правильно, думаю, угадал, я же продолжаю капать, муж уже как бы с опаской в трусах мимо меня проходит, уже так на лет, а я уже, ну как, я понимаю, что происходит, ну уже не то, что понимаю, я вижу, что происходит, я говорю, давай, может, начнем и тебе, ну пока он это не созрел, а я думаю, надо как Таня папе ночью там или когда начать это делать, да, так что мальчики и девочки, да, в любом возрасте, у кого вот это вот чувство страсти, немножечко где-то там уснуло, да, и чтобы не было такого, не попросили, а мне и не надо, капелька в пупик, и все. надо, надо, надо. Да, я хочу, я хочу сказать, что у Мани, если кто остается на вторую часть, я не сетевик, я вообще не сетевик, и у меня получается этот бизнес, так что все в ваших руках. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто-то у нас будет Кандулини, Кундулини, Кандулини, Кандулини. Что бы ты взяла, что ли? Да? У мужчин, у мужчин 100%. Ну что еще, это прекрасное видео. Проводим сейчас розыгрыш, вот все, кто уже готов к призов, сейчас это взбодритесь, сейчас мы это быстренько сделаем. Я хочу позвать своего братика, чтобы он своей счастливой рукой поколохматил. Вот, ты вот так, закати руку, Игорь, он очень счастливый, очень счастливая рука. Гарри, я же готов, получай, где подошел? Сейчас, так, рука, покажи. У вас горешочек в руках, посмотрите на свой номерочек. Все знают свой номерочек? Дрог, барабанную. Так, первый победитель вот этого замечательного синенького флаконтика, абсолютной энергии, которую можно закапать в пупик. Все хотят? Да, я же, конечно. Смотрите, это Игорь Валерьевич Бодратский. Бодратский. номер 22. Блин, 23. Бодратский. Бодратский. 22. 22. Ага. Я его потерял. У нас все записано. Не ожидал. Как правило, я хочу вас поздравить. Как вас зовут? Валентин. Валентин. Вы партнер? Да. Вы партнер компании? Вы хотите партнерства? 23. Я еще нет, еще не готов. Еще не готов, да? Ну, мы пожелаем... Впервые я в жизни выиграл батарею. Никогда в нее не верил. Она все равно еще работает. Вытащи ее. 22. 22. Вот. Я хочу вас поздравить. Я хочу, чтобы этот флакончик принес вам уже из-за много радости. Вот. Как под елочку. Вот. Я хочу, чтобы ваш бизнес состоялся, чтобы ваше здоровье было всегда такое, чтобы вас радовало, чтобы настроение и тонус всегда присутствовали. Еще не капали, но бабочки уже пошли. Кто хочет остаться на вторую часть? Я хочу спросить. Есть люди такие, да? Кто на вторую часть остается? Хорошо. Сейчас сделаем пятнадцатый перерывчик и забираем. Та-та-та-дам! Кто? Кто этот честный чик? Хватит. 23. Остается. Так. Это номер 29. Загадала? Как вас зовут? Светлана. Светлана. А вы партнер? Нет, я первый раз. Меня пригласил от Эльчикова взяла, за что я очень благодарна. Очень много интересного узнала. Второй день пью водичку. Второй день пью водичку. Да, я вас хочу поздравить и пожелать вам всего самого доброго, чтобы ваша энергия плескала через край, и чтобы вы были одним из самых активных партнеров, чтобы мы с вами в станции взяли. Ребята, вы такие классные. И надо сыграть, наверное, еще капельки для глаз. О! А кто хочет капельки для глаз? Я могу. Так. Давайте вы вытаскивайте. На чем мы? Ну, 300 гривен, по-моему, да? 300 гривен, девочки. Это цена не на сайт. Так. Пусть это подарки вам дарятся. Номер? Я на ней мой. Так. Итак, это номер 39. У-у-у-у! АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, пожалуйста. А кто хочет пирамидку? Пирамидку. Могу сказать результат, но правда, вот пока по себе это прилив сил. Мы принимаем вот с крещения, с 19 января мы пьем воду. Все семьей. Я, мама, двое моих деток, младшему 3 месяца. По себе это прилив энергии, прилив сил, потому что муж уехал на заработки, я вот глава семьи. АПЛОДИСМЕНТЫ Энергия пока не нужна. Но глаза, чтоб видели. По себе это прилив энергии. По маме. У мамы ей поставили старческую катаракту, то есть все как по классике мушки. Место. занавесочки на глазках. Вот мы приобрели гидроплазму и начали капать. Вот сначала благодаря Ире Макаровой, я с ней знакома по многим разделам, пришла вся расстроенная. Она говорит выпей. Ну, я выпила. Антидепрессант, кстати, замечательный. И все. И до 11 ночи я не могла остановиться. У меня в доме была пределная масса труда. Но вернемся к маме. Сначала мы капали просто водичкой, она ощущала вот такое вот жжение, дискомфорт. Ну, это буквально 1-2 минуты. Дальше это все уходило. Вот. И через 3 дня она не хотела сначала признаваться, а потом сказала, что ты знаешь, я не верила. Вот честно, я не верила. Разведенная вода Ира передала в 3-х литровом бутыльке. Господи, что там она могла капнуть, кто и вот знает. Но у меня на левом глазу ушла шторочка. Вот на правом еще немножко есть, но на левом ушла шторочка. Сейчас вот мы уже капаем чистая гидроплазма, и она сказала, water for life, чистая water for life. Да, чистая, чистая water for life. А вот мы капаем, она сказала, шторочек уже нет, иногда появляются мушки. Замечательно. Правда, ребята? То есть вот для своей традиции мне приглашается. И я очень благодарна. Как вас зовут? Еще раз. Лена. Лена. Леночка, я вам очень благодарна, потому что я думаю, что ваш отзыв для очень многих людей, которые принесли операцию. У меня у сына была пересадка роговицы, я знаю, что это такое после вирусного кератоконъюктивита, как мы мучились, как мы страдали. Ребенку было 4 годика. Вот. И если бы на то время у нас были эти капельки чудесные, я думаю, что очень бы помогло. И видите, как важно, когда человек уже с практической точки зрения рассказывает, что можно комбинировать и получать такие замечательные результаты. На этой прекрасной ноте, ребят, я вас отпускаю на 15-20 минут. Мы собираемся ровно через 20 минут, это будет 2 часа 40, 20 часа 40 минут.